Ну что, добрый день всем участникам нашего вебинара, доброе утро, дорогие лидеры. Подставьте, пожалуйста, плюсики в чате, насколько меня слышно. Наверное, не видно, пока я еще не включила камеру, но самое главное, чтобы меня было слышно. Я думаю, что сейчас меня еще и видно, но самое главное, что у нас есть звук, у нас есть слайды. Ну что ж, добро пожаловать на наш сегодняшний вебинар, который посвящен акцентам каталога номер 16. Сегодня мы поговорим с вами о том, на что следует обратить особое в период каталога номер 16, какие действия помогут нам максимально приблизиться к поставленным задачам и целям в каталоге номер 16. Итак, то, о чем сегодня будет, по сути дела, наш вебинар. Основные акценты каталога, на что мы ставим фокус, на что обращаем внимание. Лидеры поделятся своим практическим опытом, расскажут о том, как они сегодня поднимают рекрутирование в персональных группах, как поддерживают активность, развивают лидерство. Ну и, конечно же, мы с вами вспомним об основных квалификациях, которые сейчас и до... Вот это лидерские квалификации, различные программы и акции, которые помогут нам с вами получить дополнительные бонусы, дополнительные подарки и реализовать поставленные задачи еще более оперативно. Ну что ж, три основных кита, на которых держится рост лидерства, три основных показанных лидера – это, как мы с вами знаем, развитие об активных консультантах и поддержание активности. И, конечно же, рост новых уровней в командах, а значит, развитие лидерства. И именно об этом мы сейчас с вами поговорим. И мы с... ...базе активных консультантов, чтобы каждый консультант разместил заказ в каталог. ...Новый год. И уже начиная с наиболее готовятся к этому празднику, для своей семьи, думают о том, что близким, друзьям. И Арифлейм, он нравится себя официальным поставщиком подарков к Новому году. Поэтому именно сейчас мы с вами познакомим каталога номер 16. Мы узнаем, что интересного несет нам этот каталог, какие продажи, какие подарки, как увеличить товарооборот в 16-м каталоге. Как рекомендую, как поднять активность вашей жизни. А наш любимый координат Коммунистрельская. Я сейчас отборные аплодисменты... ...Альбину, уступаю ей свой пост, свое место. Доброе утро всем. Радоваюсь утро. У вас прекрасное настроение. Утроение хорошее. И вы готовы слышать все, что сегодня мы для вас подготовили. И по традиции я, конечно же, расскажу о том, что у нас о новом каталоге. Продукции. Кто-то скажет, заладил. Продукции, да, продукции. И давайте посмотрим, чем у нас этот каталог. Вообще, программа каталога, чтобы обратиться к нам, на оформление каталога. Это тема волшебства, тема праздника. Потому что впереди новогодние праздники. И несмотря на то, что мы уже все, наверное, давно подросли, тем не менее, хочется верить в сказку, да, поддерживать тему волшебства. И вот все вот это состояние прекрасно поддерживают магазины, которые украшены, да, красиво украшены. Светодиоды действительно для всех. С минутой. У нас тут какая-то проблема. Хорошо ли меня слышно? Дорогие консультанты, меня слышно? Отлично. Вижу, что слышно. Давай продолжим. В этом каталоге невероятное количество актеров абсолютно для каждой серии. Не буду останавливаться на актерах, потому что каждый из вас может их рассматривать в итоге, кому появится больше уже в рамках сервисного центра. Поэтому это видео для того, чтобы со связью было хорошо. Теперь, что пишут теперь, слышно? Отлично, хорошо. Ну и давайте идем. Я вас... ...косметическими новинками, которые называют... ...потому что, я думаю, что вы познакомились стоять. Итак, какой аромат поможет создать новогодний образ и стать воплощением вашей мечты? Я думаю, те, кто провел каталог, уже поздно. Звездная пыль. Давайте получим комментарии запуска эссенза, аромата эссенза, который гадо оформлен. Мне сказали, что, ну, может быть, он не такой багажный сын... ...эссенза, или не такой красивый сын... ...могу сказать, что я могу пить аромат Стардаст. Будет не зря в этом эпохе. Это действительно... ...сильно зимой аромат. Это классика кандра. Это классика элитной парфюмерии. Это шипровый аромат. ...не выходит... ...должать быть в тренде. Добавлены в этот аромат ноты сливы, которые вот... ...такие дают ему вот... Он... ...именно слива в тренде, да, осень-зима. И поэтому этот аромат... ...также... ...полностью... ...соответствует этому тренду. Кроме того... ...аромат в сердце... ...аромат в глазку... ...и в комплекте, да... ...то есть... ...идут банны... ...принадлежности... ...которые продлевают... ...жизнь. Также... ...крем для тела... ...который в жизни аромату. ...крем для тела... Дорогие консультанты... ...пишут, что... ...совсем меня не слышно... ...прерывается звук... ...к сожалению... ...у нас проблемы... ...наверное... ...со связью... ...скажите... ...как сейчас меня слышно? Лучше? Вот... ...теперь пишет... ...отлично... ...хорошо... ...давайте я продолжу... ...буду надеяться... ...что все-таки меня слышно... ...так вот... ...возвращаясь к теме... ...стардас, да... ...звездная пыль... ...как я уже говорила... ...сопутствующие товары... ...сопутствующая продукция... ...этому аромату... ...это гель для душа... ...и крем для тела... ...которая... ...продлевает жизнь аромату... ...тем более... ...когда... ...мы наносим... ...крем для тела... ...да... ...или наносим в принципе... ...аромат на влажное тело... ...то аромат... ...сохраняется гораздо дольше... ...да... ...и... ...это позволит... ...нам быть уверенными в том... ...что... ...мы... ...этой ночью... ...будем блистательны... ...и неотразимы... ...какой уютный аксессуар... ...станет идеальным подарком... ...это... ...я думаю... ...что все обратили внимание... ...вот на такое пирожное... ...в нашем каталоге... ...это действительно... ...как вот вы видите... ...рядышком... ...это носочки... ...да... ...то есть... ...это аксессуар... ...вы сможете приобрести... ...с 70% скидкой... ...сделав... ...заказ... ...на 55 условных единиц... ...из каталога... ...да... ...все мы помним... ...наш внутренний курс... ...гораздо ниже тот... ...который представлен в банках... ...и на самом деле... ...могу сказать... ...что... ...дарить подарки... ...это большое искусство... ...большое искусство... ...почему... ...потому что... ...согласитесь... ...вот если... ...кто-то нам преподносит шоколад... ...да... ...купленный в магазине... ...ну... ...скажем... ...это приятно... ...это знак какого-то внимания... ...но тем не менее... ...когда нам привозят шоколад... ...который заказан в специализированном магазине... ...который упакован особым... ...особым образом... ...да... ...согласитесь... ...это придает гораздо большего... ...значения... ...да... ...и гораздо больше радует... ...потому что в первую очередь... ...мы все поглощаем... ...так сказать... ...именно глазами... ...и нас... ...когда нас радует... ...когда наши глаза радуются... ...да... ...то есть радуемся и мы в том числе... ...поэтому вот такой универсальный подарок... ...да... ...подойдет абсолютно всем... ...станет приятным... ...подарком... ...в том числе для коллег... ...я вот намекаю... ...да... ...я буду рада... ...если мне мои коллеги... ...презентуют вот такое красивое пирожное... ...и размеры подойдут от... ...ну... ...действительно... ...они очень хорошо растягиваются... ...да... ...то есть до 41-го размера... ...то есть можно спокойно... ...нашим клиентам... ...нашим близким и родным... ...вот подарить вот такие прекрасные... ...теплые носочки... ...которые согреют этой зимой... ...какие новинки... ...базового ухода... ...на ждут в каталоге... ...это серия Love Nature... ...мы продлеваем линейку... ...и это неспроста... ...Love Nature одна из самых популярных линеек... ...и она продолжает входить неизменно... ...в топ 100 самых популярных линеек... ...это лого... ...и на этот раз... ...это линейка на основе оливы... ...почему олива? ...потому что... ...именно сейчас она актуальна... ...как никогда... ...да... ...вообще говоря про оливковое масло... ...которое присутствует в косметических средствах... ...еще сам... ...гомер... ...говорил, что это жидкое золото... ...а Аристотель в свое время... ...выделял отдельную науку... ...о оливковом масле... ...и это неспроста... ...я могу сказать, что когда я побывала на Кипре... ...90% косметики... ...представленная в магазинах... ...это косметика на основе оливы... ...и могу сказать, что женщины... ...киприотки выглядят потрясающе... ...да, их... ...ну, они действительно роскошно выглядят... ...и я думаю, что это реклама... ...да, уже... ...ходячая реклама... ...это говорит само за себя... ...что касается оливкового масла... ...представленное в нашей серии... ...да... ...вообще олива... ...по своим свойствам схожа... ...с естественным кожным салом... ...поэтому... ...именно оливковое масло является... ...одним из самых эффективных средств... ...по уходу за сухой кожей... ...но могу сказать, что... ...текстура... ...этих кремов... ...да... ...то есть текстура крема... ...лафмейча... ...именно олива... ...она не... ...не очень жирная... ...и густая... ...да... ...то есть она... ...средней плотности... ...и поэтому это позволяет использовать... ...эту серию... ...не только для сухой кожи... ...но и абсолютно... ...для любого типа... ...в том числе и для жирной... ...потому что... ...я думаю, что... ...многие знают... ...что... ...для жирной кожи... ...тоже требуется увлажнение... ...и иногда она вырабатывает... ...достаточное количество... ...кожного сала... ...только потому что... ...не получает должного увлажнения... ...кроме того... ...в составе... ...масла оливы... ...есть витамины... ...микроэлементы... ...такие как... ...а... ...е... ...и... ...вы... ...да... ...оливковое масло... ...защищает от ультрафиолета... ...нейтрализует... ...действие свободных... ...радикалов... ...да... ...нормализует... ...кислородный обмен... ...питание кожи... ...все это... ...да... ...то есть... ...ведет к красоте... ...красоте нашей кожи... ...кроме того... ...зимой... ...очень часто... ...я бывает... ...перепады температур... ...приходя в помещение... ...включается отопление... ...и это тоже не есть хорошо... ...да... ...то есть... ...кожа в помещении пересушивается... ...а... ...выходя на улицу... ...э... ...э... ...ну... ...получаем... ...перемерзание... ...снег, ветер... ...всё это негативно влияет... ...на нашу кожу... ...поэтому необходимо... ...защитить кожу... ...как раз таки оливковое масло... ...э... ...способствует именно... ...ну... ...то есть... ...как раз таки... ...как нельзя... ...богато... ...да... ...то есть теми... микроэлементами, которые улучшают защитное свойство кожи. И, кстати говоря, хотела вам сказать, что очищение, которое представлено в этой серии, не всякое очищение можно использовать для снятия макияжа с глаз. У нас есть специализированная серия, то есть линейка, то есть это жидкость для снятия глаз специализированная, которая позволяет удалить макияж с глаз. Но у нас есть клиенты, которые любят умывать, умывать все лицо, и для того, чтобы использовать одно и то же средство и для глаз, и для лица, то есть оно должно быть максимально щадящим. Так вот, это очищение можно использовать и для глаз, и для лица. И, кроме того, в составе набора представлен еще бальзам для губ, который позволяет защитить наши губы и сохранить молодость, опять же, в это зимнее время. Так, минуточку. Какие продукты выходят в праздничных оттенках, помогут создать блистательный образ? И вот давайте посмотрим, я думаю, что многие узнали нашу серию, да, по уходу за губами, наши блески, действительно, которые богатые, дают очень хорошее переливание, да, то есть богатые частичками, которые, ну, с эффектом голографии. Кроме того, в составе касторовое масло, которое прекрасно увлажняет губы витамины Е, которые ухаживают в том числе за губами. И те, кто успел посмотреть обзор Елены Терещенко, да, это наш официальный визажист компании, она представила образ как раз-таки с использованием этой коллекции голографических блесков и представила оттенок, сливовый оттенок. Он кого-то, возможно, испугает, но, тем не менее, могу сказать абсолютно точно, что в зимнее время самый популярный и вообще сейчас действительно тренд, хит сезона, это сливовые оттенки, поэтому не пугайтесь, они действительно будут смотреться уместно, особенно в праздничное время, да, и поэкспериментируйте со своим образом. Кроме того, в новинках, в новых оттенках выходят наши гелевые покрытия, да, наши гелевые лаки, которые сохраняют стойкость до 14 дней, благодаря пигментам, содержащим лаки, то есть вы видите, они очень ярких оттенков, да, блестящие оттенки, насыщенные. Очень часто после использования таких ярких лаков, к сожалению, пластина желтеет. Именно наши лаки оставляют, не затрагивают пластину и способствуют нормальному оттенку, нормальному оттенку ногтевой пластины, и это тоже очень важно, да, потому что мы хотим, когда мы все-таки смываем лак, да, чтобы наши ногти, наши руки выглядели, конечно же, презентабельно. Давайте посмотрим, какие еще сюрпризы подготовил нам этот каталог. И на страничках каталога вы найдете вот такой вот набор, это мини-набор по уходу за руками. Мне кажется, что это тоже один из самых, будет популярных подарков этой зимой. Почему? Потому что очень удобно, это беспроигрышный, абсолютно беспроигрышный вариант, да, это крем с вишней, да, с экстрактами вишни, крем на основе оливы и крем на основе бразильского ореха, да. Они имеют очень плотную густую текстуру, очень хорошо защищают, мы уже говорили о том, что олива очень хорошо защищает кожу от перемерзания, да, то есть за нашими ручками требуется особый уход в зимнее время. К сожалению, именно ручки выдают в том числе первые признаки старения, появляются и пигментные пятна в том числе, поэтому необходим особый уход. И кроме того, общаясь, мы, конечно же, всегда жестикулируем, и вот такой подарок можно подарить даже коллегам на работе, да, то есть тем более, если у вас их несколько, либо одной вашей подруги, да, на все случаи жизни. Олива прекрасно защищает, вишня прекрасный антиоксидант, и бразильский орех прекрасно питает кожу рук, что тоже очень важно. Какая серия поможет повысить упругость кожи лица на 70%? Ну вот, забегая наперед, скажу, что слайда вы сейчас не увидите, но тем не менее я проговорю буквально в прошлом каталоге, мы говорили о серии Ultimate Lift из линейки Novage, да, не забывайте, пожалуйста, про эту серию, это действительно инновационная серия, которая разрабатывалась на протяжении 7 лет, да, это та серия, которая повышает упругость. И хочу, опять же, забегая наперед, сказать, что будет возможность, задают очень много вопросов по поводу того, будет ли в поддельности каждый из компонентов продаваться, да, в скором будущем, да, будет, но обязательно расскажите вашим клиентам о том, что даже если клиент решит собрать эту серию по частям, да, со страниц каталога, на которых бывают скидки, все равно будет гораздо выгоднее, да, то есть приобрести всю серию, то есть будут цены составлены в каталоге таким образом, что покупая серию, наш клиент сэкономит гораздо больше, чем даже если он соберет все продукты на скидках в последующих каталогах. Поэтому не забываем об этом моменте, кроме того, именно в этом каталоге по действительно очень приемлемой цене представлена серия Экологен, да, то есть это тоже наш относительно недавний запуск, да, то есть это серия для более молодой кожи, если мы говорим Ultimate Lift, это 40+, но тем не менее могу сказать, что у меня был такой интересный комментарий, мне сказали, что серия Ultimate Lift, как же так, мне же только 39, да, на самом деле я могу сказать, что ориентируйтесь прежде всего, да, мы прописаны в каталогах, прописаны, ну, прописан возраст, на который ориентирована серия, но тем не менее в первую очередь вы как грамотный консультант, как грамотный специалист должны смотреть на состояние кожи человека, и если в 35 лет наблюдается действительно серьезное провисание кожи, да, и требуется лифтинг в первую очередь, да, и необходимо работать с овалом лица, то, конечно же, порекомендуйте в первую очередь, даже если ей 35, серию Ultimate Lift. С какой серией по уходу за телом вы почувствуете себя хозяйкой дорогого салона красоты? Буквально в прошлом каталоге мы запустили линейку по уходу за телом, Essence & Co, действительно уникальная линейка, на самом деле уже на второй неделе были раскуплены гели для души, насколько я знаю, да, потому что действительно эта линейка не требует каких-то дополнительных комментариев. Я на презентации своей, вот пишут, да, и на Белова, превосходная серия, аромат. Действительно так, я на своей презентации говорила о том, что просто дайте клиенту в руки этот крем, да, крем для рук и тела, для того, чтобы он сам себя прорекламировал, да, потому что это действительно так, уникальная серия с использованием высокого качества масел, да, и выглядит она действительно очень презентабельно и украсит абсолютно любую ванную, да, и у нас в дополнение появляется новая, то есть в продолжении серии Essence Co, появляется новая линейка на основе розы и сандала, и могу сказать, что это более мягкая линейка, да, то есть если кому-то казался аромат лимона и вербена очень насыщенным, да, то можно предложить розу и сандал, да, то есть она очень дает такой мягкий, нежный аромат, роза прекрасно ухаживает, конечно же, за нашими ручками, увлажняет и смягчает кожу, да, а сандал оставляет ощущение свежести, да, то есть продлевает ощущение свежести. И могу сказать, что почему очень удобно иметь именно такую серию, потому что так или иначе мы все моем руки, да, и важно, чтобы мыло использовало щадящие компоненты для рук, да, и сразу же очень удобно поставить крем для рук и тела, почему, потому что когда мы моем руки в течение дня, да, то есть это бывает, ну, там, может быть, 10 раз, но, к сожалению, хорошо, если мы вспомнили о том, что за ручками нужно поухаживать и нанести крем, да, это один раз в день, да, в лучшем случае мы поставили его у себя где-то на рабочем месте, да, и вспомнили, ах, да, но каждый раз необходимо после того, как мы вымыли руки, необходимо наносить крем для того, чтобы защитить наши ручки, особенно в такой, ну, в такой период, в зимнее время. Поэтому очень удобно иметь именно такую серию. Я думаю, что после запуска лимона и вербена эта серия будет тоже очень популярна. Давайте посмотрим, да, и на последней страничке нашего каталога появляется вот такой легендарный продукт, да, все знают, что это бальзам для губ, да, уже сейчас это бальзам для губ с медом. Почему с медом, да, то есть, в принципе, мы уже ответили на этот вопрос, важно кожу защищать, да. Да, кроме того, я могу сказать, что действительно легендарная серия, да, ее очень удобно использовать для ухода за губами, но хочу подчеркнуть, что важно ее использовать не только для ухода за губами, важно ее использовать в том числе по уходу за руками, потому что, к сожалению, да, если вдруг мы запустили немножко наши руки, например, да, то появляются в районе косточек появляются трещинки, с которыми очень сложно справиться, да, даже питательному крему. И в этом случае как раз-таки поможет пчелиный воск, который содержится как раз-таки в этом вот флаконе, я бы сказала, да. Именно, то есть, пчелиный воск оказывает заживляющее действие, его можно наносить в большом количестве на ночь. Очень важно наносить, если мы делаем скраб для рук, да, и вдруг у нас, опять же, нет смягчающего средства, или руки, опять же, выглядят совсем непрезентабельно, прежде чем наносить скрабирующие, чтобы, опять же, не повредить руки, средства, можно нанести вот этот тот самый пчелиный воск, да, для того, чтобы размягчить нашу кожу, сделать ее нежной, и уже только после этого нежно снять вот эти вот роговевшие частички. Вот, кроме того, можно использовать для пяточек, да, ну, точно в таком же режиме, я бы сказала, да. И, кстати говоря, прекрасно подойдет для деток, да, потому что кожа очень нежная, и не все средства, даже питательные, подходят для них, но средства с пчелиным воском как раз-таки не вызывают аллергии и прекрасно увлажняют. Ну, вот и все. Вот так будет выглядеть наш каталог. Я думаю, что каждый из вас найдет по вкусу все необходимые для себя аксессуары, косметические средства, да, и создаст вот ту самую атмосферу праздника, атмосферу мечты, сказки. Я вам желаю продаж, я вам желаю прекрасного настроения и, конечно же, сказки в вашей жизни. Все, всего доброго. До новых встреч. Спасибо большое, Альбина. Я думаю, что с такими потрясающими продуктами нам сделать так, чтобы каждый консультант разместил заказ в 16-м каталоге, будет еще проще. Сейчас осталось только распечатать информационные листочки, посмотреть наш потенциал тех людей, которые у нас периодически размещают заказы, самых активных консультантов, спящих, уснувших, неактивных, и абсолютно всем и каждому предложить наши замечательные продукты. Мы помним, что до окончания, еще не успев начаться, но мы уже вспоминаем о том, что до окончания самого горячего сезона остается всего шесть недель, поэтому уже сейчас важно помнить про волшебный праздник Новый Год, про то, что каждая семья ждет подарки к этому дню, но и про то, что Арифлейм традиционно является официальным поставщиком подарков. И не случайно мы поговорили о том, что же предлагает нам 16-й каталог, ведь активность структуры напрямую зависит от интересных предложений в каталоге, от хороших, выгодных продуктов, наборов и так далее. Мы часто говорим о том, что 70% активности – это здоровая активность лидерской структуры. Если говорить о кремах, то мы часто используем формулировку «клинически доказано». Здесь я могу сказать, что практически доказано, что активность в структуре 70% увеличивает темпы роста всей команды лидера в полтора раза. 70% активности в структуре также увеличивает и доход, который получает лидер. Поэтому мы часто вам говорим, что основной фокус – это активность структуры на 70%. И сейчас я очень рада передать слово лидеру, чья команда всегда славилась высокой активностью, высокой продуктивностью. Подготовьте свои ладошки, давайте очень горячо и тепло встретим этих замечательных лидеров. Это золотые директора из города Бреста – Марина и Сергей Соловей. Мариночка, я передаю тебе слово, ухожу с презентации и отключаю свой голос, чтобы услышать тебя. Встречайте. Всем доброе утро. Скажите, меня видно и слышно? Хорошо. Скажите, презентация вам видна? Потому что я не вижу презентации, тоже в своем. Если она не хочет показывать, сейчас будем разбираться. Я есть, презентации нет, насколько я понимаю. Буду ее пролистывать от... Сейчас, одну секунду. Я ее вижу сбоку, а... Так, ну что, сейчас пока будем искать возможности для включения презентации. Давайте сначала с вами еще раз поздороваемся. Доброе утро, дорогие лидеры. Я очень рада всех вас видеть. Сегодня у нас достаточное количество, практически 200 человек. Те лидеры, которые готовы еще прыгнуть в последний вагон и за три дня последних постараться увеличить свою активность на 70% и более. Правда? Скажите, я постараюсь сегодня быть действительно для вас полезна. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы за эти три дня показать наивысший результат, который вы можете показать за всю историю активности своего бизнеса? Кроме Юлии, еще кто-нибудь готов? Отлично. Вы видите мою презентацию сейчас уже? Домечательно. Да, значит, мы работаем вместе с мужем, и действительно активность для нас является одним из самых важных показателей, по крайней мере, именно те последние полгода, когда наши уважаемые астмы делают нам акцент на этот показатель. Почему? Я на самом деле задумалась еще тогда, когда давали вот этот показатель 70% активности и 10% рекрутирования, то есть и больше. Почему? Давайте мы с вами просто возьмем, к примеру, цифры я здесь не писала, но я думаю, если вы ведете свой бизнес, вы понимаете, оперируете цифрами, а не просто какими-то образными показателями. Если мы возьмем с вами структуру 22%, то примерный бак должен быть 250-300 человек, где-то так, правда? И если мы с вами сейчас умножим 250, да, на 70% активности, мы получим с вами 175 человек активных в каталогах. Да, 175-200 должно быть активность, это тот показатель, которым вы должны придерживаться, имея структуру 22%, соответственно, уровень 7500. Знаете прекрасно, что примерно где-то 10-20% отсеивается всегда, и вот этот вот кусок 10-20% это как раз-таки вот этот показатель 22 рекрута, про который нам говорят, что если у тебя уровень 22%, значит приростный каталог у тебя должен быть по крайней мере минимум 22 человека, которые разместили свой первый заказ, 22 рекрута. Вот откуда все эти показатели берутся, просто чтобы вы понимали, да, что не зря этот вот процент активности вам, ну, мягко говоря, да, навязывают для того, чтобы вы развивались и была активна ваша структура. Хотя этот вот показатель вы сами себе обязательно должны навязывать и к нему стремиться, то есть для вас это должна быть просто нижняя планка, куда идти. С чего мы начинаем? В первую очередь, конечно же, мы начинаем с планирования. Ну, я в первую неделю каталога сажу своих бизнес-партнеров, мы сначала выясняем стратегию, то есть что человек вообще, в принципе, хочет получить за каталог, да. Смотрите, кто-то пришел за деньгами, кто-то пришел за, у кого-то амбиции, да, у кого-то подарки, кто-то, например, вот, расти хочет, потому что ему чемодан нужен, к примеру, да, то есть, ну, каждого свои потребности в жизни. Исходя из этих потребностей, мы выясняем, что человеку нужно, то есть мы начинаем с планирования именно бизнес-партнеров, потому что именно бизнес-партнеры, они вот эти вот руководители структуры консультантов, активных, спящих и так далее. После стратегического плана мы выявляем тактику, то есть, что конкретно ты готов делать, какие активности, какие продукты компании ты готов использовать для того, чтобы твой бизнес был активен, да, ну и конкретно, что ты будешь вот делать, когда, точнее, ты будешь это делать. Сегодня, завтра, по времени, по часам мы расписываем для того, чтобы человеку вот именно вот в эти рамки ввести нужно обязательно, должно быть обязательно четкий план к действию, потому что если нету плана, соответственно, человек не знает, куда идти. Вот по этому планированию у меня обычно Сережа ответственный, у него все это очень четко, в отчетах, в каждодневных результатах, планах, которые скидывают бизнес-партнеры, то есть он ведет вот эту вот всю статистику. И это важно, потому что это дисциплинирует человека. И дополнительную мотивацию именно вот бизнес-партнерам мы сделали в этом каталоге, это, ну, так сказать, экспериментальная акция с уровня 0-9%, ну, 9% это уже менеджеры. Мы предлагаем людям мотивацию не только назначать встречи, но и мотивировать человека к покупке, да, то есть чтобы он мотивировал своих консультантов, чтобы они сделали какой-то определенный, какой-то заказ, либо просто рекрут, либо квалифицированный рекрут. Акция на всю структуру, и я хочу сказать, что все-таки играет свою роль именно дух соревнований, они смотрят друг на друга. Я каждую неделю вывешиваю рейтинги, это настолько их мотивирует. Пусть подарки не громоздко, пусть это не машина, не квартира, да, какое-то не очень, так сказать, огромные, но сам факт, что топ-3 победителя, это их очень мотивирует. И уже исходя из этого, мы действуем конкретно дальше, то есть используем те продукты, которые дает нам компания. Что дает нам компания? Давайте поговорим еще немножко о текущем каталоге. 16-й каталог – это действительно каталог бума-продаж. Мы, когда начинали планировать именно текущий 15-й каталог, посмотрите, сколько акций и инициатив представляет вам компания. Когда я встречаюсь со своим бизнес-партнером, я всегда задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, если бы ты вложил 150 миллионов белорусских рублей в акцию реактивации, скажи, пожалуйста, ты хотел бы, чтобы эти деньги вернулись тебе обратно? Да, хотел бы. Тогда задаю следующий вопрос. Хочет ли бизнесмен традиционного бизнеса, чтобы ему кто-нибудь просто инвестировал, ну, хотя бы пусть даже 150 миллионов, хотя бы, прошу заметить, да, в кавычках, 150 миллионов белорусских рублей? Хочет? Как ты думаешь? Будет он эти деньги отрабатывать и использовать эту возможность? Конечно, будет. Задается тогда вопрос, почему ты тогда не используешь те инициативы, которые дает тебе компания для продвижения твоего же бизнеса? Это твой бизнес, не чей-то другой, ты владелец своего бизнеса, и компания настолько идет с тобой вплотную, сколько она дает тебе выходов из различных ситуаций, для того, чтобы ты свой бизнес вел активно, и он у тебя рос. У нас вопроса не стоит. Да, чемодан должен быть у каждого. Нужен ли человеку чемодан? Или нужен ли результат, который он получит от того, что у него к результату будет еще чемодан? Такие замечательные продукты, распродажи, это все нужно обязательно использовать. Если ты это не используешь, о каком росте может идти речь? Ты не уважаешь в первую очередь своего партнера, бизнес-партнера, саму компанию, которая вкладывает в себя эти деньги. Мы даем коммуникацию. У нас есть свои чаты, есть чаты в Вайбере, есть чаты в ВКонтакте, есть чаты безумно благодарны Александру Шимановичу, Ине, за чат в скайпе, по продукции, очень ценная информация, куда мы добавляем всех своих консультантов. И, вы знаете, я тот человек, который я не люблю навязывать свою мнение никому. Если человек хочет сделать покупку, нужно просто грамотно его к этому подвести, скажем так, сделать так, что как будто он сам захотел сделать эту покупку. Абсолютно ненавязчиво. Когда создавались вот эти чаты, я проработала абсолютно всю структуру, и мы задавали вопрос, есть ли вы в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, есть ли у вас Вайбер на телефоне, есть ли у человека Андроид, и у него нет Вайбера, он когда приходил к нам за заказом, мы просто этот Вайбер Сережа устанавливали на телефон, есть ли у вас скайп. И следующий вопрос очень важный. Можно вас добавить в эти чаты? Вы будете это читать? Потому что мы столкнулись, первый раз, когда стали добавлять, что они-то там висят, и мы думаем, что мы к нему иницируем информацию, а на самом деле они просто убирают звук и как бы не слушают, им это неинтересно. Так зачем насиловать человека? Спрашивают. Да, не нужно быть собакой, которая зализывает. И обязательно мы спрашиваем, и я коммуницирую. У меня в информационном листе есть большой информационный лист, в форме отчета он сделан, где написано, где человек в каких социальных сетях, значит, соответственно, он коммуницирует. Есть люди, у которых нету нигде в социальных сетях, ни Вайбера у них нету, ни Скайпа и так далее. У меня стоит пометка звонок. То есть мы с ними договорились, что так как вас нигде нету, можно я вам буду звонить. И все. Простите разрешение у человека. Не надо ему надоедать. Потому что вопрос о том, почему вам не берут трубку, ну, как бы у нас тоже он был актуальным. И у нас бизнес человеческих отношений, в первую очередь. И ввиду того, что сейчас настолько идет плотная борьба за каждого клиента, в период такого выбора огромных продуктов, нужно обязательно человека поощрять в вашем внимании. Обязательно. Человек – это индивидуальная личность, в первую очередь. Он не один из серой массы консультантов. Он понимает, что у вас много. У него есть свои личные потребности. Есть своя семья. Он в чем-то лучший. У него есть своя профессия. Старайтесь быть для него полезным. И пусть он будет для вас полезным. И вот здесь не зря нарисовано сердечко, потому что я иной раз трачу время на то, что я, если человек есть в социальных сетях, и я девочкам своим говорю, мы лазим по страничке человека. Мы лайком фотографии. Мы комментируем искренне от души. Не просто так, потому что мы действительно хотим сделать видимость, что мы полезны этому человеку. Мы конкурсим. Нет. Можно с человеком поговорить о чем-то другом, постороннем, чтобы он не думал о том, что тебе нужен от него только один реклэйн. Ведь, ну согласитесь, да, это мы полностью в этом бизнесе. Мы 24 часа в сутки думаем, как бы нам еще больше креативить и расширить свой бизнес. На самом деле для них это не стоит в приоритете. В приоритете другие какие-то проблемы. И мы не раскручиваем эти проблемы. Мы заостряемся на чем-нибудь позитивном. Вы же понимаете, да, внимание должно быть обязательным. И у меня это, как за правило, просто вот такой воспитательный знак стоит в узком определенном, обязательно у каждого другого партнера. Что предлагает, когда человек к нам приходит, если он пришел, например, на скидку, мы ему расписываем все, что он может получить. Вискомстанная карточка 20%. Нету вообще примеров в розничной торговле. Нигде такой скидки в 20% нет. Туалетная вода, премиум класса, дарится в подарок. Запатентованный состав, 24-каратное напыление золота. Объясните мне, где? Эта акция, это просто что-то с чем-то. Я давно не помню такой акции, которая была в компании. У нас сейчас есть возможность с этой дня донести людям эту информацию. Вот все, у меня есть водичка. Я ее всегда ношу с собой. Каждый, кто бы ни пришел, я всем даю попробовать. Никто еще сказал, не сказал ему, что мне не нравится. Я не хочу получить ее в подарок. А что? Это нужно просто давать, нюхать. И надо говорить вот с такими глазами. А ты знаешь, какая крутая акция? А не вот так, значит, проходит акция. Ну, можно воду за миллион получить в подарок. Ну, там, по 20%. Да, конечно, это я такая эмоциональная. Извините, ты пришел сюда зарабатывать деньги или мямлить вообще, или что? Человеку нужны эмоции. Он пришел сюда за эмоциями. Он хочет видеть позитив в твоих глазах. Я это доношу до своих бизнес-партнеров. Ты проблемами будешь делиться дома, где угодно. Только не на работе, не только с теми людьми, которые к тебе приходят. Мало расписать. Выгода 540 тысяч. Обалденно. И когда я говорю фразу вот эту вот, к плану, понятно, выгода. Они все кивают, да-да-да. Конечно, понятно. Да-да-да. Все кивают, им понятно. Хорошо, мы донесли человеку. Ну, понятно. Выгода 540 тысяч. Замечательно. Карточка 20% пожизненная будет. Да, там, супер-пупер, о-го-го. Да, что дальше? Дальше мы говорим так. Вот это мини-набор продуктов, стартовый, для активации дисконтной карты. Неважно, человек пришел на скидку или он пришел на работу. Карточку нужно активировать, потому что вам тогда 19 500, вы заплатить за них не будете. 19 500, с одной стороны, кажется, это немного. Но, с другой стороны, если мыслить головой обычного человека, у которого зарплата, ну, 3-2 миллиона, это примерно, я не знаю цен, я говорю обычно примерно. Я говорю, ну, это хлеб, молоко и маленькая баночка сметаны. Согласитесь, на дороге не валяется, не валяется, хочется, чтобы было в подарок. В этой регистрации вам тогда будет в подарок. Это стандартный набор, ничего в нем нету там лишнего, то, что нужно. Далее, это активация карты. Дальше мы приглашаем человека на процедуру по ходу. Вы знаете, я сейчас не рекрутирую процедурами, ну, практически. Я приглашаю на процедуру только консультантов, которые уже зарегистрировались, те люди, которые готовы услышать новое, использовать это в своей жизни, пользоваться этими продуктами. И те люди, которые любят Арифлейм или готовы влюбиться в этот продукт. Да, они приводят своих знакомых, я согласна, что позволяет им увеличивать средний заказ, либо же это просто, ну, как, они рекрутируют знакомых в свою команду. Это стандартный набор продуктов на процедуру по уходу за лицом, который мы используем. Он не меняется, он стандартный. Половина этих продуктов не в текущем каталоге на скидке, половина в следующем. Обязательно так. Даже если половину купите, это уже больше 75 баллов заказа. Один только аппарат, он дает большое количество баллов, уже шаг пройден только аппаратом. Поэтому на что мы делаем акцент? Я делаю акцент, это Skin Pro, это серия True Perfection. И знаете, ну, такая изюминка, мы когда весной были на продуктовом семинаре, Андрес Руткулю сказал такую фразу, что для кого-то же в каталоге есть цветные туши, почему вы их не продвигаете? И я тогда подумала, да, точно, я же сама почему пользуюсь фиолетовой, да, а почему я не рассказываю об этом другим людям? Ну, тогда мне сейчас ко мне приходят люди на процедуру по уходу за лицом. Если они вдруг никогда не пробовали тушь 5 в 1, к примеру, я им говорю, ну, хорошо, раз вы никогда не пробовали, такие встречаются, очень редко себя делают в глазах, вы никогда не пробовали тушь 5 в 1. И у них тогда сразу, знаете, такое, ну, надо попробовать, как-то я так вообще опростоволосилась в жизни, что не попробовала тушь 5 в 1, которую каждые 4 секунды странно как много продаете, да? И, да, я даю тогда черную тушь, если человек никогда не пробовал, а если он пробовал, то мы даем цветные. Я говорю, что это изюминка, которая подчеркивает ваши глазки. Старим глазам больше идет сиреневая тушь, а более ярким глазам идет голубая. Вы знаете, они по-другому смотрят на свои глаза. Я говорю, черную тушь будете краситься дома. Здесь давайте мы что-нибудь такое интересное придумаем, то, чего вы не делали до этого. И помады. Это тоже одни из самых любимых у нас таких моментов, когда открывается кейсик с большими палетами помад, и я говорю, бледными помадами будете краситься дома. Здесь мы будем с вами брать только все яркое. Все яркие помады. И вот они наносят, стирают, наносят, стирают. Да, это вот типа помадных вечеринок, про которые говорила Катя Герасима. Да, только мы делаем немножко вот в более мелком масштабе. И вы знаете, они начинают, они подбираются помадами, они записывают коды, они потом советуют подружкам, что придешь на процедуру, и тебе подберут помаду. Человек придет, приходит не пробовать именно аппарат, а он приходит за помадой. Насколько это увеличивает активность. Насколько мы даем возможность каждой женщине попробовать именно яркую помаду, которую она когда-то боялась действительно для себя приобрести. И что потом я делаю? Я потом фотографирую их и скидываю им в личку. Многие из них потом вешают это в социальных сетях, в Инстаграме, с кэштегами процедура по уходу за лицом, и получают кучу лайков. Соответственно, когда куча лайков, то девочки из команды ставят лайки, чтобы человек видел комментарии, пишут так красиво, искренне. Это малая часть, кого я фотографирую, я очень люблю, я говорю, давайте фотографирую. Я не фотографирую до и после, потому что до они и так в зеркале себя увидят дома, а вот после, чтобы не хочет смущаться, где человек не очень хочет. Они и так все смущаются, потому что для Сережи есть в офисе, и он сидит где-нибудь рядом, и с ним не посматривает. Я говорю, смотрите, что Сережа не существует. Он, говорю, в качестве тумбочки. Он говорит, я уже столько всего видела, что вы меня ничем не испугаете. Вот, поэтому я к тому, что нужно именно фотографировать, и классно вот именно вот ставить лайки, вы сами лайки поставите, ну, напишите комментарий, есть какой-то вот определенный фишка в человеке, прям, длинные ресницы, к примеру, или там пухненькие губки, или ямочки-щечки вам понравились, там бровки свои вот такие естественные, которые только подчеркнули. Посмотрите, найдите в человеке то, что действительно его вот изюминка, и подчеркните ее. Это очень нравится, это играет большую роль, и вам люди потом благодарны, ведь без заказа. Те, у кого у людей нет времени прийти на процедуру по уходу за лицом, тратить время, мы делаем уход за руками. Эта фишка появилась у нас в прошлом каталоге, этот продукт, который мы ждали уже очень-очень давно, очень давно, и действительно скрабы вот эти вот, да, для рук пропали, просто все сетывали, и сейчас, когда мы делаем, знаете, я сразу вам хочу сказать, ни один человек после процедуры по уходу за руками не ушел без заказанного набора, ни один. Мало того, я вам могу сказать, что единицы заказывают только один набор, заказывают сразу два, три на подарки, видите, подарочная упаковка очень красивая, соответственно, человек берет как на подарок, и это замечательный продукт, который мы даже используем для активации дисконтной карточки по телефону. Если, например, какими-то причинами человек не пользуется зубной пастой, там, тушью, помадой, по каким-то причинам, да, то руки, я всегда говорю, возраст женщины мы определяем по глазам и по рукам. Соответственно, мы даем попробовать именно вот набор по уходу за руками. И результат не заставляет себя ждать. Мало того, сейчас проходит акция именно активности, да, реактивации, я имею в виду, когда человеку нужно сделать заказ на 35 баллов. Спасибо большое переписке, чату Анне Ахумьян, которая нам предоставляет периодически какие-то фишки в работе. Так вот, золотой директор предоставила нам фишку в работе по методу обзвона, рассылки и так далее. Так как у меня 90% моих консистентов именно находятся в социальных сетях, мы для того, чтобы не травмировать людей лишний раз звонками, не отвлекаясь, я отправляла им вот такое сообщение с различными, там, видите, смайликами, да, чтобы вот это было более ярко, чтобы это было заметно, чтобы это было не просто так. Либо, если у человека нет социальных сетях, мы отправляли смс-сообщение. Вы знаете, ответ был такой, я давно хотела сделать заказ, а тут еще такой шикарный, фар, обалдеть, просто влаги не хватает всем, на самом деле, сейчас, в зимний период, все буквы такие сухие, и вот этот вот блеск, еще и пишет, что большой объем, то есть убирает шероховатости, просто отпад, просто делайте какую-то июминку вот в этой расступе, и просто тексток подправили, да, а что-то такое вот интересное. Заметьте, вот когда вот эти вот смайлики, как ты так пишешь, оно больше акцентируется вниманием, и люди вот больше обращаются, именно делают акцент на этом вот сообщении. Ну и, соответственно, мы им предлагаем сразу же наборчик, вот этот льготный набор, который у нас был, плюс добавляем продукты, чтобы заказ получил 35 баллов. Либо же берут сразу три набора по уходу с руками, это получается 42 балла, ну и как бы блеск получил подарок, 35 баллов, это не так много. У вас сейчас есть возможность за последние три дня именно вот хорошо продвинуть, да, эту акцию реактивации, дабы окупить денег на средство, которое компания вас в надежде нажила. Вы знаете, я еще хочу обязательно остановить акцент, еще раз хочу сделать внимание о том, что про бизнес человеческих отношений, что мы ищем здесь не людей просто, которые делают заказы, да, я на них так столько много заработаю, а у меня поднимется активность, как я и с тем девочкам говорю, я получу сертификат в Меловице за 400 тысяч, да, я буду самая счастливая с самым новым комплектом. Нет, мы должны подарить человеку дружбу, это важно. Как бы так не хватает человеку в наше время добрых, хороших людей, и я искренне верю, что подобное притягивает подобное. И каждому человеку, который есть в магистратуре, искренне действительно хочу помочь и дать информацию, которая поможет ему стать еще красивей, еще успешней, сэкономить, помочь в чем-то разобраться в косметике или в бизнесе, потому что этому жизни не учат, нигде. И говоря именно про искренность, мы помогаем людям найти новых друзей через свою работу, потому что я за свою помощь, за свою доброту, за то, что я просто нахожу новых друзей, я получаю деньги. Это супер на самом деле. Я в Арифлейн зарегистрирована уже 11 лет. На самом деле, бизнес мы строим вот уже 4 года, зарегистрирована 11 лет. За эти 11 лет в моей структуре есть такой костяк, который вот все это время, они со мной, и они, я уже стала вспоминать, и я не помню, то есть я понимаю, что мы с ними познакомились и стали друзьями друзьями, тогда, когда они пришли ко мне и за столько лет они стали для меня настолько близки, и это важно. И не один человек. Делайте акцент, чтобы их было много, потому что человек богат именно друзьями и тем окружением, в котором он находится. Поэтому создавайте себе окружение, именно внимание. что еще? Проговоря про искренность, вы знаете, я знаю, что многие лидеры это делают, и я взяла это как запишку, и это обалденно работает. Я на странице в социальных сетях вешаю лично свой отдых о каком-либо продукте. Делаю это тоже эмоционально, очень столько лайков, вы знаете, сразу сыпятся заказы, люди спрашивают, а что это, а расскажи мне, а как, почему. Во-первых, мы делаем, вот там справа вверху у меня на стене закреплена запись процедуры по уходу за лицом, я знаю, что многие параллельные структуры, уже такую же запись точно такие же берут, меня используют, ну, я не жадная, я знаю, что чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать, вот, и она закреплена у меня, то есть каждый человек, который может дойти мне на страницу, пока у меня только тысяча-тридцать друзей, они могут увидеть эту запись по уходу за лицом, но, соответственно, я еще отправляю в личку, то есть редко, когда кто-то отказывается, если отказывается, предлагаем уход за руками, но я именно к тому, что на стене вешается акцент на продукты, которые я получила результат, не перепост действует, да, вот когда берет кто-нибудь, пишет, и я делаю перепост, нет, это не работает, должно личное отношение, личное, wellness, личное отношение, когда все знают, все друзья, все знакомые мои знают, дикий аллергик, кто лежала в больнице слишком часто, и люди теперь видят другой результат, и показываем это, обожаю, вот недавний пост мой, именно, по уходу за волосами, я просто влюбилась в свои волосы, я готова была кричать, и я выложила это на стене, у меня, мне не прошло часто, мне уже заказали 7 наборов, час не прошло, да, поэтому делитесь, это повышает активность, потому что люди этого не видят, мы даем им какой-то стандартный набор, да, расширяйте кругозор, таким образом, вы можете помочь, именно, увидеть человека, из этих 2000 продуктов, именно те, которые ему нужны, и, знаете, я когда анализирую свою работу, именно активность по структуре, я вот смотрела последние каталоги, это было 100%, это было 80%, я понимаю, что если ты активен, активна твоя структура, если ты спишь и говоришь, что это не про тебя, люди твои тоже спят и говорят, что это не про тебя, и я всегда прислушиваюсь к тебе, я всегда думаю о том, что мне сделать, для того, чтобы улучшить мой бизнес, и как бы вы поступили, как бы вы отреагировали, согласитесь, многие методы работы уже не работают, по поднятию по активности, по рекрутингу, по приглашению, создавайте фишки в своих структурах, это будут ваши фишки, потому что именно к вам, когда потянутся люди, простой пример, вроде бы объявления по работе, вешают все, да, многие это используют, конца ММА структуры, более 40 человек, которые именно строят бизнес, да, ключевые, ключевые там, сейчас на данный момент, но кто-то сделает какой-то креатив, и вот именно у него, к нему идут люди, именно в ей придет 150 резюме, да, прислушивайтесь к тебе, чувствуете, да, если начинают, вот, звонят в других компаниях, мне, да, я чувствую, что уже, что уже оно, понимаете, вот не работает, даже не хочется слушать в какой-то там момент, да, поэтому придумайте что-нибудь другое, но самое важное, я хочу сказать, что я пытаюсь донести для своих людей, это внимание, это внимание каждому человеку, который у вас есть, и люди к вам потянутся. Спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, что я была для вас полезна, поделилась с вами несколькими фишками, вот, используйте в работе, успешного вам закрытия каталога, начало вам нового, супер-пупер новогоднего каталога, да, закрытие вам и открытие новых званий, удачи, всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Марина, я думаю, что каждый из вас почерпнул какие-то важные практические части, которые можно уже прямо сегодня применять в своей работе, для того, чтобы поднять активность на кардинально новый уровень, и тогда не просто 70% будет всегда моя честь в вашей персональной группе, но и процент активности может быть намного, намного больше. А со своей стороны, я хочу сказать, что Марина и Сергей Соловей это одни из тех лидеров, кто на сегодняшний день является самым стабильным, самой стабильной структурой в Беларуси, одна из самых стабильных структур. Теперь, я думаю, мы поняли, почему, потому что Марина и Сергей напрямую используют принцип MLM бизнеса, прямых продаж, это бизнес с человеческим лицом, это индивидуальный подход к каждому человеку, это внимание, искренность и очень трепетное отношение к каждому нашему консультанту. Ну что ж, а мы идем дальше и я думаю, что как лидеры мы понимаем, что важно не просто поддерживать то, что у нас сегодня есть, но если мы хотим расти, если мы хотим двигаться дальше, важно, чтобы наша команда пополнялась новыми людьми, а это рекрутирование. И мы часто видим, помним, многие уже наизусть знают эту формулу успешного рекрутинга, сколько же необходимо рекрутировать для того, чтобы выйти на новый уровень. Мы говорим, что это 10% от базы активных консультантов. Если посмотреть в числовом эквиваленте, то примерно эта картина выглядит вот следующим образом, как представлено на слайде. Мы всегда помним, что стабильный директор, стабильный лидер, это лидер, в чью команду приходит более 20 новых рекрутов ежекаталожно. И на сегодняшний день, если посмотреть на ситуацию в Беларуси, сколько же, каков же у нас еще потенциал, сколько еще жителей Беларуси не знают о потрясающих возможностях, которые дарит компания Reflame сегодня. То, что вы видите на слайде, вот та красненькая, маленькая-маленькая черточка, это мы с вами, это каждый консультант компании Reflame. И огромное зеленое поле это те люди, которые еще не увидели для себя, не рассмотрели возможности, которые предлагает компания Reflame. Поэтому, если вдруг вам кажется, дорогие лидеры, что все уже в Reflame, все уже знают, пользуются нашим продуктом, нашими возможностями, это не так. Поверьте, еще огромное количество людей не бывали на наших процедурах по уходу за лицом, не тестировали помаду и по-прежнему ходят с тусклым цветом губ по городу. Если вы видите девушку, которая идет без яркой помады, значит, она однозначно не была в Reflame. Надо ее приглашать. И сейчас я очень рада передать слово старшему золотому директору из Горнинской области Виктории Прокопенко, которая поделится своим успешным опытом рекрутирования в своей команде. Вика, передаю слово, встречайте, бурными аплодисментами. Всем привет! Давайте поставим плюсики, если кто-то меня слышит, видит, чтобы я понимала, что все хорошо работает, как звук, все хорошо. Спасибо за отзывы. Сейчас одну секундочку, я загружу свою презентацию, которой мне с вами сегодня хочется поделиться. Я надеюсь, что 15-20 минут времени, которые у меня есть, мы проведем с вами максимально эффективно, поработаем, и я для вас буду максимально полезна. Итак, я включаю первый слайд моей презентации, если мы его тоже видим, то тоже мне ставим плюсы, чтобы я понимала, что вижу не только я, вот этого мужчину с биноклем, который сегодня перед нами ставит задачу рекрутирования. Все отлично. Итак, наша с вами сегодня тема рекрутирования, и для того, чтобы, ну, как скажем так, предначало сделать для этой темы, я немножко расскажу о своей работе последние где-то полгода. Если взять меня, то вот совсем недавно я родила второго малыша, в нашей семье было пополнение, вот завтра ему исполнится как раз полгодика. И я думаю, что как бы мы не хотели эффективно работать в Reflame, но все-таки в те моменты, когда вот только-только беременность, роды, конечно же, на какой-то период приходится отступаться от активной деятельности, все-таки семья, дети требуют времени, и это самое главное, что у нас есть, а потом уже работа. Но декретный отпуск у меня был недолго, как вы видите, буквально два месяца, и потом мы договорились с мужем, что все-таки более эффективно мы будем тратить наши трудовые и семейные ресурсы, если работать будем в Reflame, а не сидеть дома в декрете. Поэтому на данную минуту он смотрит меня дома вместе с малышом на руках, а я здесь с вами вместе в офисе уже работаю. И активная моя работа после нескольких месяцев декретного отпуска началась в 10-м каталоге. И к чему же я пришла? Понимаете, что вроде как работать вернулась, работать хочу, но такая картина, пару месяцев меня не было, и в моей персональной группе есть только я, мой муж, который дома сидит в декрете, и один менеджер, который находится на уровне примерно 9%, и мы начали думать, как же нам рекрутировать, что же нам делать, кого же приглашать. Это был 10-й каталог, конец 10-го каталога, в 11-м мы начали работать, и вот я вам хочу показать пост в соцсетях, который я размещала, я думаю, многие его видели, результат 12-го каталога, новые уровни. Здесь не все поместились, картинки, но смысл в том, что за 2 каталога работы у меня появилась куча новых 3-х процентников в 12-м каталоге, это лето, прошу заметить, не сезон продаж, как все привыкли, что мы работаем под Новый год. Новые 6%, новые 9%, новые 12%, новые 15%, то есть работа пошла. Чтобы вы понимали, что, конечно же, главное принять решение, но вопрос стоял сложный, как приглашать, куда приглашать, кого приглашать, и если честно, после того, как я несколько месяцев просидела дома, я чувствовала себя как новичок, как 3-х процентник, когда я взяла в руки телефон, и мне нужно было звонить, кого-то приглашать, если кто-то помнит, как вот мы начинаем, вроде как уже 100 лет в Арифлеем, и все умею, все могу, а звонить боюсь, и делаешь первый там звонок, два, ой, слава богу, недоступен, не взяли трубку, хорошо. Но все-таки самый главный вопрос был не кого, куда и как приглашать, это у нас уже в команде отработанная система, я сейчас немножко ее покажу, а кто будет приглашать. И, конечно же, для того, чтобы запустить махину рекрутирования, для того, чтобы сделать большой входящий поток людей, важен личный пример. И я начала делать это сама. Мы с мужем вместе собирали рекомендации, мы делали приглашения через соцсети, большое количество, он мне очень сильно активно в этом помогал, и я запустила поток новичков сама. И личный пример очень важен, потому что мы можем сколько угодно тысячу раз рассказывать, как надо приглашать и что с этим делать, но когда, знаете, вот сам сидишь, привык, я уже директор, я буду сидеть командовать, а вы приглашаете, то почему-то это не очень-то хорошо работает. И запустив махину рекрутирования, мы, сейчас я вам покажу, как мы это делаем. Это наш календарь на гугле, я думаю, многие пользуются этим ресурсом, но мы его используем для работы, то есть расписания наших СПА-процедур. Если вот Марина сказала, что работают они другими методами, на СПА уже новичков приглашают, после того, как человек зарегистрировался, мы выбрали для себя метод рекрутирования через СПА. И вы можете обратить внимание, у нас ежедневно проходят две СПА-процедуры, на каждое время у нас запись идет в районе 25-30 приглашенных гостей, по статистике приходят примерно 50%, то есть от 6 до 12, ну, в самый край, 14 человек у нас может вместить кабинет СПА. Мы проводим двумя столами, то есть к чему эти цифры? Вы видите, какое количество новичков за неделю посещает нашу СПА-процедуру. Но я думаю, что каждому понятно, что одному, да, или вдвоем наполнить таким количеством людей невозможно, да, сделать такого, такой масштаб рекрутирования. Поэтому для того, чтобы работать, нужна команда. Вот, и откуда взять эту команду, это, конечно же, большое количество бизнес-встреч, а не только приглашение на косметику и на что-то еще другое. Вот, мы столкнулись даже сейчас у себя в команде с таким моментом. Вы видите наш календарь за неделю, там, за 5-6 дней до СПА-процедуры, при том, что на каждое время записано 25-30 человек, у нас нет мест. Вот, и мы уже делали дополнительные процедуры, потом мы разделили время, каждый директор приглашает только на дно, но чтобы вы понимали, что для того, чтобы получить количество новичков, я, в принципе, сначала думала вообще никакие другие слайды не показывать, вывесить одну вот эту картину и 2 минуты вам показать и рассказать, что если мы хотим рекрутировать, то нам, прежде всего, нужно самим работать. Нужно создать условия для того, чтобы наши люди могли приглашать и запустить количество приглашенных на СПА. Вот, и, конечно же, это система. Это результат работы в системе, которая у нас отработана четко. Раньше это была система приглашения на презентацию, на встречу возможностей Reflame, потом немножко мы обратили внимание, что эффективность этого метода снизилась, и мы сейчас отработали систему приглашения на СПА-процедуры. Вот, и если взять все-таки систему, да, я инженер по образованию, механик, мне это близко, мне это проще объяснить человеку, да, чем на пальцах что-то показать, рассказать. Значит, из чего же состоит система? Первое, это приглашение, да, и для того, чтобы сделать большой входящий поток, нужно использовать разные методы приглашения, вот, что использую лично я, да, что используем мы в нашей команде. Прежде всего, сколько раз уже про это говорили, и уже, наверное, всем надоели, но на первом месте это список знакомых, как бы там ни было, но мы работаем максимально через него, по крайней мере, вот я с персональной группой. Значит, как мы работаем с списком знакомых? Приходит к нам новичок, да, либо я сама начинаю приглашать, мы с ним прямо на листике, да, пишем, какими методами мы будем отрабатывать список. Это при личной встрече, то есть, можно дать в руки приглашение на спа-процедуру, либо просто человека пригласить, но обязательно взять телефон и ему потом позвонить, записать. То есть, по телефону через список знакомых приглашаешь сам, либо приглашает твой менеджер тех людей, кого ты боишься. Например, у меня есть телефон моего преподавателя из университета или там директора моего завода, но я никогда в жизни не позвоню ему сама, если я новичок и только начинаю, да, или трехпроцентник. Но если он даст мне номер телефона этих людей, то я могу пригласить легко, мне все равно, кому звонить и приглашать. Главное, чтобы были имя и номер телефона, да. Вот, то есть, кого боишься ты, пригласить твой менеджер. Дальше, соцсети. И для того, чтобы люди максимально эффективно приглашали в соцсетях, мы используем готовые шаблоны приглашения. То есть, если пришел ко мне новичок, и он готов приглашать своих знакомых, сегодня же я ему высылаю прямо сейчас в соцсетях шаблон приглашения на спа-процедуру своих знакомых, он делает очень просто. Копировать, ставить, скопировать, ставить и делать рассылку всем абсолютно знакомым, кто только у него есть в друзьях. Подчеркиваю всем. Если это женщины и девушки, мы приглашаем их сами. Если это парни знакомые, для парня мы пишем, что есть сертификат на спа-процедуру, вот, и можно его подарить твоей маме либо твоей девушке. Я думаю, будет очень приятно. Вот, то есть, мы делаем масштабную рассылку, и дальше тем людям, кому новичок отправил приглашение в соцсетях, если он пока что неуверенно себя чувствует и стесняется, я сама могу позвонить, сказать добрый день, на ваше имя есть сертификат на посещение спа-ухода с аппаратным очищением лица, да, давайте с вами договоримся, когда вам будет удобно подойти. Вот, то есть, список знаком, большими буквами, мы работаем в первую очередь. Далее, многие используют метод промо-стойка. У нас есть очень активная команда, я думаю, все вы их знаете, Наталья Коц, у Андрея Тимонов, у них там огромная бригада на подходе новых менеджеров и, я уверена, новых директоров, вот ребята любят метод промо-стойки. Очень хорошо работает, собирают огромное количество контактов, у них на спа тоже мест нет. Вот, ага, текст приглашения при лоссылке. Я вам должна дать идею, отработать детали, вам уже, я думаю, все директора, все мы можем придумать намного лучше, чем текст, который есть у меня. Вот, наша с вами задача креативить, потому что у каждого сработает свой текст приглашения. Вот, и смотрите, что касаемо промо-стойки, да, холодный рынок, мы обязательно используем, но, опять же, вот кто что больше любит, попробовать нужно разные методы, и если взять лично меня, то я, ну, я не знаю, вот те час, полтора, два, которые нужно для того, чтобы на промо-стойке собрать там 30-50 контактов, я эти 30-50 контактов могу по рекомендациям собрать за 5 минут, сделать два звонка, да, либо сходить в гости к своему знакомому, там, к своему брату, взять у него мобильный телефон и выписать оттуда всех женщин, девушек, которые живут в Гомеле, и 50 телефонах у меня будет за 5 минут. Вот, но это лично мое отношение, мне проще так, я больше люблю рекомендации. Дальше я звоню по рекомендациям, ваша знакомая посетила нашу спа-процедуру, вот, на ваше имя оставила подарочный сертификат, текст вам тоже рассказывать не буду, если интересно, можете меня спросить уже в личных сообщениях, но я думаю, что каждый это умеет, и каждый может придумать текст еще намного лучше, чем я. Вот, из последних фишек, которые я взяла на встречу «Курс на Анталию», мне понравилось, что предложили говорить по рекомендациям, что сейчас в торговом центре, вот какой у вас есть крупный торговый центр в вашем городе, можно сказать, что в торговом центре, например, у нас это секрет, проходит подарочная программа, ваша знакомая на ваше имя заполнила купон, и вы получаете в подарок сертификат на посещение спа-процедуры с аппаратным очищением лица, по времени займет примерно час-полтора, для вас будет полностью бесплатно, звонить с вами договориться, когда будет удобно к нам подойти. Вот, но это текст, который примерно использую по рекомендациям я. Вот, ну и плюс интернет, рассылка через соцсети, в различных группах можно оставлять фото с приглашениями о том, что есть сертификат на спа-процедуру, сама не могу сходить, вот, девочки, кто хочет, напишите мне в личку, номер телефона, сходите вместо меня, то есть, в принципе, ваша задача, опять же, использовать разные методы, потому что, если только сидеть и ждать, пока новички будут сами приглашать своих знакомых, то на каждый день 20 человек вы не пригласите. Вот, все-таки нужно использовать и свой личный ресурс трудовой, то есть, я каждый день, ежедневно делаю приглашение лично, но это не значит, что я делаю приглашение в первую линию. То есть, приходит ко мне новичок, мы с ним садимся, кому-то звоню я. И еще есть у меня такая коронная фраза, могу поделиться секретом, самое большое количество бизнес-партнеров, которые появились у меня вообще в принципе за все мое время работы на Reflame, мне дала одна единственная фраза. Приходи, я буду звонить, а ты слушай. Мы будем приглашать твоих знакомых. Потому что, люди, вы знаете, вот если ему сказать, пиши список знакомых, будем приглашать, то у него сразу же возникает боязнь, боязнь отказов. Я думаю, вы все себя помните в начале, когда вам ваш директор сказал, ну что, давай с тобой будем все завтра строить бизнес, станешь директором. Да, да, хочу, но когда начинаешь брать трубку и сам звонить, очень страшно. Точно так же страшно и нашим новичкам. А я этот страх убираю тем, что я говорю, я буду звонить, ты будешь рядом сидеть, слушать, мы будем приглашать твоих знакомых. И пиши мне в первую очередь тех, кому ты сам боишься позвонить. Кто по-твоему откажется, если ты его пригласишь, да? Вот самых вредных, самых противных, я им позвоню, и поверь, даже среди них очень много людей придут и это будут твои первые новички. А потом уже ты сам позвонишь тем, кому не боишься. Вот, это как вариант. Ну, конечно же, у каждого свой. Очень главная задача наша, да, личная активность, лично делать большое приглашение. Это в первую очередь, да, то есть ежедневно в нашем графике работы, часа, то и больше, должен быть отведен на личные действия по рекрутированию. Должна быть четкая система, в которую может включиться каждый следующий новичок. То есть только сегодня на спа-процедуре у меня побыл человек, возможно, уже завтра мы с ним будем сидеть и приглашать его знакомых вместе. Вот, то есть приглашение, разные методы, и мы все приглашаем, мы должны с вами создать условия, чтобы нашим людям было куда пригласить своих новичков. То есть это могут быть разные варианты. Не хотите вы умывать их, да, и делать им спа-процедуры для лица, делайте спа для рук, да, отличная идея, как Марина сказала, все абсолютно люди заказывают этот набор. Я, кстати, вот решила для себя тоже попробовать, мы этого пока не делали. Вот, не хотите вы им мыть руки, да, сделайте вы им что-то другое, пригласите их на какую-то там помадную вечеринку или что-то еще, не важно. Но нашим людям важно, куда приглашать, чтобы был четкий график мероприятий. У нас это каждый день, без исключения. Наш новичок может пригласить своих знакомых на завтра, послезавтра, на субботу, воскресенье, когда им удобно. Мы каждый день проведем встречу. И что еще очень важно, когда люди начинают, да, я им говорю, ты приглашаешь новичка на встречу, ты не приглашаешь новичка в Арифлейм, ты не умеешь провести презентацию, да, рассказать про Арифлейм так, как я научилась это делать за 7 лет работы. Ты приглашаешь на спа-процедуру, а в Арифлейм приглашаю его я на спа-процедуре. Твоя задача только наполнить спа-процедуру максимально своими людьми. Чем больше твоих людей там будет, тем больше в итоге я приглашу в Арифлейм от тебя, да, и они у нас с тобой зарегистрироваться и начнут делать доказы. То есть, вот это тоже я подчеркиваю, что не надо людей уговаривать, агитировать на Арифлейм. Ни в коем случае мы не используем слова при приглашении, что пошли, я тебя зарегистрирую и так далее, потому что я уже знаю по своему опыту, что это не работает. Дальше. Четкая система это не только приглашение и, собственно, встреча, да, это может быть спа-процедура или все, что угодно. У нас есть готовые шаблоны, я с новичками прорабатываю и человек четко знает, что ему нужно делать после спа-процедуры со своими новичками. То есть, есть первый звонок и он написан на листочке, есть второй звонок, есть куда позвать дальше новичка после спа-процедуры. Это уже называется сопровождение. И если мы будем делать рекрутирование без системы сопровождения, я думаю, что многие сталкивались с такой картиной, не знаю, как вы, но у меня такое было, пока я не доработала вот этот первый, второй звонок, вторая встреча, мероприятие для новичков, что было очень много людей, но очень мало почему-то заказов. И было очень обидно и опускались руки, когда приглашаешь, приглашаешь, новичков 100, а заказов 3. И сейчас у нас картина очень сильно поменялась. На текущий момент у нас после спа-процедуры примерно процентов 30 делают заказ сразу же. И очень важен момент в конце заключения сделки. То есть я провела спа-процедуру, человеку все понравилось. И многие, кстати, говорят, что мы приглашаем, мы не говорим, что это будет Арифлейн, но если человек уже спросит, то, конечно, да, мы скажем, если не спрашивает, мы просто приглашаем на спа, на аппаратное очищение, мы не говорим, что Арифлейн. И очень многие новички после спа-процедуры вот мне говорят, как хорошо, что вы мне не сказали, что это будет Арифлейн. Если бы вы мне сказали, я бы отказался. Я не знаю, почему на сегодняшний день такая картина. Это мы с вами знаем, насколько шикарная продукция, насколько крутая компания, что это ВИП-продукция, что это пятизвездочная, да, система по уходу за лицом. Но у новичков мнения разные бывают. Оно сформировано под воздействием разных факторов, поэтому, но мы сегодня не говорим. Может быть, завтра все поменяется, и мы начнем говорить. Но тем не менее, люди многие после спа благодарят с огромными вот такими глазами. Мне так все понравилось, я так довольна, я даже не ожидала, да, что будет так круто. Какое спасибо, что меня пригласили, да. И в этот момент важно с человеком проговорить про заказ. Потому что, если я ему сейчас не предложу купить себе гель для умывания или сыворотку для лица, которая ему очень понравилась и дома нет, то, поверьте, часто бывает такая картина, ему все понравилось, он понял, что ему нужен гель для умывания и тоник, он вышел после спа-процедуры, у нас по дороге есть универмаг, он туда пришел и купил себе гель для умывания и тоник, да. Мы молодцы, мы поработали, мы ему все объяснили, он пошел себе купил. Так почему же не предложить ему купить это все здесь у нас, пока сейчас ему все понравилось. То есть, после встречи мы сразу же предлагаем сделать первый заказ, вот, и люди, многие его делают. Дальше, если вдруг человек не сделал заказ сегодня, у нас есть четкая система звонков, то есть, тот менеджер начинающий, пускай это 3%, который пригласил новичка, он знает, что завтра ему нужно позвонить и что конкретно ему нужно сказать новичку. Потому что, если я сама буду обзванивать 150 новичков, которые у меня за неделю прошли на спа-процедуры, то я, ну, извините, у меня времени в сутках не хватит, чтобы всем этим людям перезвонить. То есть, да, групповые спа, у нас максимальная вмещаемость спа-процедуры 12 человек, но иногда мы подсаживаем там 13-го, 14-го на коленке к 13-му, вот, но проводят один ведущий, два столика, делают одновременно процедуры, я людям говорю, что встреча у нас бесплатная, групповая, индивидуальная такая процедура, поверьте, стоит недешево, вот, чтобы вам было максимально комфортно, я вас за лицо не трогаю, вы процедуру проводите самостоятельно, людям нравится, практически никто у нас не уходил без внимания, да, недовольный. Вот, значит, что касаемо шаблонов, первый звонок, но я расскажу, скидывать вам не буду, чтобы вы прям переписали, да, и я за вас поработала, но идеи подскажу. Самое главное, с чего мы начинаем общение после СПА, мы должны проверить внимание, чтобы человек понял, что нам интересно и важно мнение его и его ощущение, то есть, у нас первая фраза, я звоню, у вас поинтересоваться, как у вас ощущение после СПА процедуры, вам все понравилось, какие средства вам больше были интересны, да, то есть, как у вас ощущение по коже, вот, потом мы напоминаем, ведущих у нас много, если я два раза в день буду проводить СПА процедуры, то все остальное мне будет делать некогда, менеджеры, директора мы проводим по очереди и приглашают туда все, вот, не перебивайте, а то я на вопросы отвлекаюсь и забываю, про что я вам говорила, значит, по поводу звонка после СПА, так, мы звоним человеку, уточните ощущение по коже после СПА процедуры, дальше мы ему говорим, что вы помните, вам на СПА вчера подарили каталог, сказали, что на ваше имя есть дисконтная карточка, я вам напоминаю, что она уже активна, если вы для себя что-то выбрали, мы с вами можем разместить первый заказ и вам сразу же все будет со скидкой, сразу же ваши заказы вам дадут подарочные бонус-баллы и вы потом получите для себя парфюмерную воду в подарок, о которой вам говорили, о которой вы пробовали на СПА процедуре, вот, давайте вместе с вами посмотрим, вы уже успели посмотреть каталог, что вам больше понравилось и мы ждем ответ человека, что ему больше понравилось из каталога. Если вдруг он говорит, я не успел, мне там не знаю, ничего не выбрал для себя, вот, то мы человеку предлагаем, что лично от себя, да, я вам могу порекомендовать в этом каталоге на 29-й странице есть шикарный набор СПА, который мы используем постоянно у себя в СПА кабинете, шикарнейшая серия, особенно маска для лица, которая очень хорошо поры очищает, да, сужает поры, видимо, незаметно, выводит токсины из Scrap, шикарнейшая серия СПА. Вот, и плюс на последней страничке, обратите внимание, это уж всего лишь 29 900, вместо открытки ее можно подарить на Новый год всем своим подружкам, поверьте, они будут очень рады такому подарку. Ну вот, посмотрите, если вы уже определились, то можете мне продиктовать первый заказ сейчас, либо давайте с вами завтра, послезавтра созвонимся, вы мне продиктуете все коды, дальше в течение 3-4 дней мы с вами заказ оплачиваем и приходим у нас на сервисном центре и получаем. Вот, такой первый звонок и плюс мы человека приглашаем на ближайшее мероприятие. Мы для новичков раз в неделю проводим групповую встречу «Успешный старт», но для новичка это звучит как приглашение на розыгрыш корзины косметики. Мы делаем групповую такую встречу, чтобы было куда позвонить, и плюс мы с вами Продолжение следует... 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 Ну что, будем закругляться. Если остались вопросы, мои соцсети всегда для всех открыты. Звоните, пишите, спрашивайте. С удовольствием со всеми поделюсь. Надеюсь, что было для вас максимально полезно. Спасибо вам большое за такие отзывы. Будем переходить к следующему спикеру, потому что тема у нас сегодня с вами еще очень полезная, очень интересная. Все, я отключаюсь. Вика, бурные аплодисменты, много благодарностей в чате. Всегда приятно, когда лидеры так подробно делятся своим опытом, потому что действительно очень много полезных, практических рекомендаций. И каждый для себя, я думаю, подчеркнул. Ну, а мы с вами идем дальше. Как сказала Вика, у нас еще есть спикеры, которые готовы сегодня рассказать не менее важную информацию. И если говорить о рекрутировании, я думаю, что каждый из вас согласится со мной, что мы рекрутируем не просто ради притока новых людей. Мы рекрутируем для того, чтобы найти для себя тех самых бизнес-партнеров, которые в дальнейшем будут нашими новыми менеджерами, новыми директорами, золотыми директорами и так далее. Рекрутинг дает нам выбор. Спонсирование, сопровождение этих людей, помощь им расти по плану успеха дает нам, соответственно, деньги, которые мы зарабатываем по плану успеха. Компания периодически поддерживает вас различными акциями. Сейчас идет рекрутинговая компания. Мне кажется, потрясающие подарки предложены в рамках этой рекрутинговой компании. Но, вы знаете, как за любым продуктом, за любой акцией, за любой компанией стоит некая история. Если задать сегодня себе вопрос, а что такое Арифлейм для меня, что такое Арифлейм в принципе? Кто-то скажет, что это продукт, кто-то скажет, что это акции, кто-то скажет, что это отличное настроение, подарки. Для каждого Арифлейм несет какое-то свое значение. И сейчас мне хотелось бы передать слово нашему региональному менеджеру по продажам Андрею Литко, который расскажет нам о том, что же такое бренд Арифлейм и какое сообщение компания Арифлейм несет людям. Ваши аплодисменты. Передаю слово своему коллеге. Встречайте, Андрею Литко. Спасибо, Тамара. Добрый день, уважаемые лидеры. Как Тома уже правильно сказала, я сегодня хочу вам немножечко рассказать о том, что такое в принципе бренд Арифлейм, что такое наше обещание бренда «Твои мечты, наше вдохновение» и как мы это наше обещание реализуем через наши продукты, через наши каталоги, через наши рекрутинговые компании, через всю нашу коммуникацию от компании, как мы видим наше обещание и как мы хотим, чтобы вы доносили это обещание до ваших потребителей, до ваших партнеров и вообще до всех, с кем вы общаетесь. Итак, сначала я хочу поговорить в принципе с вами о том, что же такое бренд в целом для любой компании, потому что когда мы задались этим вопросом среди моих коллег, у каждого человека был свой ответ на вопрос, что такое бренд. Для кого-то это лого, для кого-то это продукция, для кого-то упаковка, для кого-то реклама. И в целом каждый в принципе человек, кто высказал такое мнение, он прав, потому что бренд это в принципе все. То есть это и продукция, и качество продукции, и упаковка, и реклама, и то, как мы позиционируем себя. Это наши активности. Да, вот совершенно верно пишут, что бренд это то, что ты чувствуешь сердцем. И вот как правильно сказала Виктория Прокопенко, да, у некоторых людей, к сожалению, есть, ну скажем, такие предрассудки о том, что вот Replame это, ну скажем, пирамида, да, что там некоторые говорят, что это секта. Мы хотим развернуть вот эти мнения, мы хотим показать, что компания Replame это действительно сильный бренд, который не только предоставляет качественную косметику для всех, но также это компания, которая дает очень много других возможностей. Но об этом мы поговорим чуть позже. И как бренд, когда он хочет донести какую-то идею о себе, может, как бренд может донести, пожалуйста, через что бренд может донести свою главную идею? Свою главную идею бренд, как правило, может донести через свой слоган, либо через обещание бренда, как это в случае с компанией Reflame. И сейчас я хочу вам для примера показать просто несколько брендов, которые буквально в одном предложении, в своем слогане показывают, что такое их бренд. Например, бренд Volkswagen. Если бы все в жизни было такое же надежное, как Volkswagen. О чем говорит этот слоган? О том, что эта компания производит действительно качественную продукцию, о том, что эта продукция надежная. Или следующий бренд, например, FedEx. Это компания, которая занимается доставкой почтовых отправлений. Когда это определенно должно быть доставлено за одну ночь. То есть, они говорят о том, что человек, отправляя свою посылку, может быть абсолютно точно уверен, что она за одну ночь приедет на другой конец света и будет передана тому человеку, кому это должно быть передано. Toyota. Управляй мечтой. Согласитесь, каждый, наверное, из нас хотел бы управлять своей мечтой. А машина Toyota – это вполне такая очень замечательная мечта. Итак, что же такое бренд Replane? Если вы откроете замечательное издание «План успеха», то первыми словами, которые вы увидите после оглавления, это будут слова «Компания, вдохновленная мечтами». Компания о мечтах. И это действительно так. Ведь основное наше предложение выглядит следующим образом. Отлично выглядеть и зарабатывать деньги и получать удовольствие. Это в целом то, что может предложить компания Replane. Каждый человек хочет отлично выглядеть, каждый человек хочет зарабатывать достаточных денег, и каждый человек хочет получать удовольствие от своей работы. Все это мы можем предоставить. Отлично выглядеть мы предоставляем вам косметику потрясающего качества. Зарабатывать деньги мы предоставляем вам план успеха. Получать удовольствие мы предоставляем вам возможность посещать различные конференции и мероприятия, которые организует компания Replane. Наша главная задача донести до людей то, что компания Replane – это лучшая косметическая компания прямых продаж, которая не только предоставляет качественную косметику, но также позволяет людям развиваться, расти над собой и получать доход действительно европейского уровня. И таким образом мы сформулировали такое вот простое обещание бренда «Твои мечты на наше вдохновение». Компания вдохновляется мечтами людей и дает им возможности приблизиться к своей мечте. Около двух лет назад мы запустили это обещание и вот это вот такое первое концептуальное изображение, которое у нас тогда было. Мы в нашей коммуникации тогда в рекламе говорили с людьми о таких простых мечтах, которые есть, наверное, у каждого человека. Это любовь, это близость, это дружба, семья. И это была замечательная рекламная кампания, эти ролики крутились по телевизору и по ним были очень действительно хорошие отзывы, потому что это были очень качественные ролики, которые брали за душу. Но мы решили пойти дальше и мы решили привязать обещание бренда «Твои мечты на наше вдохновение» к нашему продукту. И одним из первых таких вот крупных запусков был запуск косметического бренда «The One». Любая девушка хочет вызывать восхищение, чтобы на улице прохожие восхищенно оглядывались ей вслед. И компания Replane услышала эту мечту и, вдохновившись этой мечтой, мы предлагаем косметику, которая поможет девушке выглядеть потрясающе в любой день. Следующая мечта, которая была у нас практически сразу же после запуска «The One» – это запуск серии «Lock Nature» и мечты о том, чтобы быть ближе к природе. Мы почти все живем в реалиях большого города, когда нам не хватает близости к природе. И, как вы знаете, Replane – это компания, которая очень уважает и ценит природу, пытается ее сохранить, делать все для этого. И мы берем самые лучшие от природы, лучшие экстракты растений и используем их в нашей косметике. И таким образом серия «Lock Nature» помогает людям чуть-чуть приблизиться к тому, чтобы быть ближе к природе. В этом году, вы, наверное, заметили, у нас был замечательный запуск туалетной водички «Divine Idol». Этот запуск тоже был не просто так. Этот запуск был приурочен к мечте об идеальной свадьбе. Каждая девушка, наверное, мечтает о том, чтобы у нее была идеальная, шикарная свадьба. Очень многие планируют это чуть ли не с самого детства. И компания Replane тоже услышала эту мечту. И мы сделали специально под эту мечту туалетную воду «Divine Idol». Но мы не остановились на этом. И если вы заметили, то весь каталог, в котором был запуск этой туалетной воды, был посвящен теме свадьбы. Там было все для того, чтобы этот день стал еще более особенным для девушки. Там были и украшения, и идеи для макияжа. В общем, все, что поможет девушке ощутить себя королевой в этот день. И сейчас я хочу вам немножечко рассказать, какие мечты мы реализуем через всю нашу коммуникацию в четвертом квартале 2015 года. То есть он уже идет, и какую-то часть мы уже реализовали, но что-то еще у нас есть для вас как сюрприз. И таким образом у нас есть четыре мечты, есть три, простите, мечты, о которых мы хотим поговорить в четвертом квартале этого года. Это мечта об уверенности в себе, мечта о жизни в стиле Dolce Vita и мечта о лучшем для меня и моей семьи. Давайте остановимся поподробнее на каждой из них. Первая мечта – это мечта об уверенности в себе. Как я уже говорил, каждая девушка хочет потрясающе выглядеть. И когда девушка выглядит потрясающе, она определенно более уверена в себе, чем когда она знает, что есть какие-то недостатки, которые могут бросаться в глаза людям. И мы услышали эту мечту и выпустили просто действительно инновационную серию на Vage, которая поможет любой женщине, у которой возможно есть какие-то особенности кожи, которые можно исправить, почувствовать себя безупречно и почувствовать себя более уверенной. Следующая мечта – это мечта о жизни в стиле Dolce Vita. Замечательный запуск был. Это тоже наша очень эксклюзивная водичка Giordani Gold Essenza. Это действительно премиальный аромат. В оформлении флакона данного аромата используется 24-каратное золото. Действительно, покупаю такую водичку, мне кажется, каждая женщина может почувствовать себя такой утонченной женщиной, которая живет в стиле Dolce Vita. На этом мы не остановились, и я думаю, что вы заметили, что наша рекрутинговая компания, подарки по нашей рекрутинговой компании тоже выглядят очень дорого. И они тоже оформлены в стиле Giordani Gold. То есть вся серия Giordani Gold, ее перезапуск сейчас – это все привязано к мечте о жизни в стиле Dolce Vita. И еще одна мечта, уже такая ставшая за последние несколько лет у нас традиционная – это новогодняя мечта о лучшем для меня и моей семьи. Альбина Стрельская сказала сегодня, что в каталоге номер 16 и в каталоге номер 17 каждый может выбрать для себя и для своей семьи какой-то подарок на Новый год. То есть мы уже много лет являемся официальным поставщиком новогодних подарков. Это действительно так. И сейчас я вам хочу рассказать немножечко о том, как мы видим, как мы хотели бы, чтобы вы рассказывали о продукции Арифлейм, как мы хотели бы, чтобы вы, в принципе, рассказывали о Арифлейм и как вы продавали бы продукт от компании Арифлейм. На данный момент очень многие лидеры и консультанты просто приходят к своему покупателю и говорят, смотри, у нас замечательная скидка 50%, приходи. Или у нас замечательная акция, размести заказ, получив подарок соковыжималку, туалетную воду, все что угодно. И с одной стороны, да, это очень заманчивое предложение, но с другой стороны, у людей формируется такое мнение, что Арифлейм это компания, которая раздает подарки, то есть я прихожу в компанию, размещаю заказ на определенную сумму, получаю подарок и ухожу. То есть люди не привязываются к нам духовно. Вот мы хотим это немножечко изменить, мы хотим, чтобы вы говорили с людьми, чтобы вы продавали лидерам косметику Арифлейм через их мечты, чтобы вы находили индивидуальный подход к каждому человеку, находили его мечту, о которой он мечтает, и подвязывали наши продукты или наши акции к этой мечте, для того, чтобы для него слова единства, дух, страсти были не просто словами, а действительно тем, что сближает его с компанией Арифлейм. Тогда он останется в компании на долгое время. И вот как примерно мы видим себе ситуацию, когда человек может предложить присоединиться в компанию Арифлейм. Привет! Арифлейм вдохновляется мечтами людей, и я могу рассказать тебе о том, как ты можешь приблизиться к своей мечте. Например, давай поговорим о том, что ты хочешь в Новый год дать своим близким самое лучшее, подарить отличное по подарке. Компания Арифлейм вдохновилась твоими мечтами, и в каталоге номер 16 или номер 17 у нас есть огромный выбор подарков, и в этих каталогах ты сможешь выбрать подарки для всей своей семьи, для всех своих коллег, для всех своих друзей, абсолютно для всех. И только тогда мы можем сказать, что кроме этого у нас есть акции, у нас есть скидки. Кроме того, если человек сейчас придет и купит подарки для себя и своей семьи, он также сможет получить подарок по стартовой программе, подарок премьер-клуба, подарок по акции рекрутирования, все что угодно. Но это не должно быть главным посылом вашего приглашения в компанию. Вот, я буду уже заканчивать, я хочу пожелать вам успехов и напомнить, что вы, вы консультанты и лидеры, вы главные носители нашего бренда, потому что именно вы общаетесь с нашим конечным потребителем. Поэтому я вас очень прошу, каждый раз, когда вы общаетесь с вашим новым клиентом, рассказывайте ему о обещании компании Reflame, твоей мечты, наше вдохновение, и ищите, как вы можете исполнить мечту каждого конкретного человека благодаря компании Reflame. Спасибо. Ну что ж, спасибо большое, Андрей. Я думаю, что каждый для себя определит, что же такое для него компания Reflame в целом, и что стоит за таким красивым предложением, которое открыто заявляет компания. Ваши мечты, наше вдохновение. А мы идем дальше. И сейчас, одну секунду, пока я пытаюсь вернуть презентацию. Мы вернемся к основным акцентам нашего каталога. И вы помните, у нас с вами осталась еще одна незавершенная часть. Мы поговорили с вами о поддержании активности в наших командах. Мы поговорили с вами о развитии базы активных консультантов. Мы поговорили с вами о том, как и на что приглашать новых людей, и как делать так, чтобы эти люди оставались с нами надолго, и как сделать так, чтобы каждый новый консультант для себя рассмотрел возможности компании Reflame и начал приглашать своих знакомых. И мы перешли к очень важной теме, теме развития лидерства. Мы часто с вами говорим о том, что бизнес MLM, бизнес прямых продаж принципиально отличается от традиционного бизнеса тем, что наш результат напрямую зависит от результата наших людей, наших бизнес-партнеров, наших менеджеров, тех людей, кого мы когда-то пригласили и пообещали, что у них все получится в этой компании. Мы растем тогда, когда растут наши люди. Все это мы называем лидерством. И если взять систему работы лидеров, если посмотреть, за счет чего мы растем, об этом много сегодня говорилось. Это система работы. Все, что мы делаем, должно быть в системе. Активность, рекрутирование, сопровождение новых консультантов, конечно же, использование всех акций, посещение всех мероприятий, компаний, своего вышестоящего спонсора. Все это в совокупности напрямую влияет на результат, который получает лидер. Однако, кто стоит за всей этой системой? Система не работает сама по себе. Необходим для того, чтобы система заработала, для того, чтобы все звенья работали как единый механизм. За этим всегда стоят люди, лидеры, которые и заставляют этот механизм двигаться. Таким образом, что такое лидерство, как развивать лидерство в своей структуре, как показывать пример тем людям, которые пришли к нам в команду, расскажет бриллиантовый директор Марина Роткина. Ваши бурные аплодисменты. Дождались мы таки нашего VIP-спикера. Марина, передаю тебе слово. Спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые лидеры. Помните, пожалуйста, по дистанционной системе, как меня слышно. Я поняла, что меня вообще надо не слышно, да? Десять, девять, десять. Отлично. Значит, меня слышно. Это меня как техника обманывает, что меня не слышно. На самом деле, я вами всеми очень сильно восхищаюсь. Для меня огромная честь сегодня выступать перед такой сильной лидерской аудиторией, потому что, вы знаете, уже эту тему для вас можно не давать лидерского, да? На что обращать внимание в процессе развития лидерства? Потому что именно вы являетесь теми лидерами, которые уже два часа очень усердно, еще, причем, мало того, что усердно, еще очень активно участвуют в нашем вебинаре. На самом деле, это очень приятно. Для меня огромная честь быть сегодня вместе с вами. И, конечно же, тема лидерства, она, на самом деле, она, так как, знаете, очень глобальная, очень интересная. И кто же такой лидер? Если мы с вами зайдем и посмотрим это через какую-то википедию, если мы с вами попробуем почитать определения в Google, Яндексе, где угодно, мы получим огромное количество различных определений. Мне очень, знаете, как свойственно для моей души, что для нашего бизнеса, что лидер – это тот, кто видит путь и способен показать этот путь другим людям. Ну, вы знаете, мне еще очень нравится, я с вами поделюсь, я уже так его не прописывала, да, так по секрету, определение лидерства, которое дает Гандапас. Лидерство – это когда тебе в спину, когда тебя в спину не пихают. Как вам такое определение? Давайте мы сразу будем с вами активничать, работать, чтобы я понимала, что за два часа он все-таки еще со мной, активно поприветствовали, но дальше, да, то есть можем оставить такое определение. Отлично. Что лидерство – это когда тебя в спину не пихают. Ребят, возьмите себе это на занятку, потому что очень часто я как спонсор слышу, там, спонсор не помог, спонсор не подсказал, спонсор не додал. Любимые мои лидеры, Арифлейн Беларусь, очень хочется сказать, если вы настоящий лидер, то именно вы будете тем спонсором, который будет давать. И именно вы будете тем спонсором, которого не нужно будет пихать. Именно вы, вот правильно, Наталья – спонсор, никому ничего не должен. Поэтому давайте мы с вами определимся, что мы лидеры, которых не надо пихать в спину, которые здесь сами, в этом бизнесе, именно для того, чтобы расти и развиваться именно для себя. Не для спонсора, не для компании, а для себя. Когда мы это помним, мы перестанем что-то требовать от компании, мы перестанем что-то требовать от спонсора. И очень часто это такие споры, да, лидером рождаются или лидером становятся. Вы знаете, я могу честно сказать, на мой взгляд, лидерство его выбирает. Любой человек в какой-либо ситуации, он выбирает быть лидером, либо не быть. Потому что у меня очень долгое время возникал вопрос, я задавала спонсору. Лена, я не понимаю, почему этот человек в этой ситуации, он был лидером, он такое сделал, что, ну, я бы не сделала, да я бы не пошла по чужим подъездам, там, собирать доказ, ознакомиться с людьми, там, и так далее, или еще что-то. А сейчас человек перестал это делать. Вы знаете, ребят, если наше желание спят, то перед нами, конечно, стена, которая пробиться очень сложно. Что бы нам ни говорил спонсор, что бы ни говорили мы, как бы мы с вами ни действовали, пробить свободу с тем, ну, очень-очень сложно и очень-очень долго. Но если ваши желания разбужены, если у вас есть огромное желание достичь какой-то определенной цели, у вас будет огромное количество дюймов, огромное количество выходов, через которые вы сможете пройти. Поэтому, когда у вас желание разбужено, когда они у вас в 200%, ребят, тогда вы найдете 55 причин, как сделать так, чтобы ваша цель, ваше желание осуществилось. Если вы возьмете лидерство на себя, в этой ситуации вы выберете лидерство. Если у вас нет желания, вас все просто мотивируют, побуждают к чему-то, уговаривают вас, компания миллион акций дает, которую мы не берем, но желания у вас нет, бесполезно. Значит, в данный момент, в данной ситуации вы просто не выбираете лидерство. Это не говорит о том, что вы лидер, либо не лидер. Просто в данный момент вы не выбираете лидерство. Сегодня мы с вами немножечко просто обратим внимание, да, из-за ограниченности времени. Эта тема на самом деле огромная, обширная, ее можно давать часами. Поэтому мы сегодня с вами обратим внимание на самое главное пункт. Ответственность. Очень важно принять ответственность за все происходящее на себя. Я могу, знаете, привести пример, я очень люблю всегда приводить такие примеры, которые легко запоминаются, и потом проще понимать, что такое ответственность. Потому что очень часто лидеры, консультанты говорят, ну я же беру ответственность, что ты от меня хочешь. Например, когда вам приходят гости, у вас не убрано. Бывает такое? Вот как вы говорите, мне интересно, там, знаете, в чате уже не буду спрашивать, чтобы никого не компомментировать, я вам сразу дам ответ, но вы просто наблюдайте за тем, что вы говорите, что вам говорят ваши люди, с ним общаются. В такой ситуации, когда в комнате не убрано, что говорят лидеры. Ты знаешь, я в комнате не убрано, но ты тоже можешь не убирать, все нормально. А если человек на самом деле не лидер, он не берет на себя ответственность, он признает, что у меня здесь не убрано. Вы знаете, такое вот чувство, что человек, ты становишься сразу жертвой, что твоя комната почему-то у себя здесь в комнате, она же сама и не убралась. Поэтому очень важно быть не жертвой обстоятельств, а именно хозяйственным обстоятельствам. Ну да, я не убрал. И ничего страшного. Ответственность – это принять на себя риски, ответственность за группу, потому что, знаете, как, ой, я не знаю, к ней люди не приходят. Ребят, а вы как лидер, что сделали для того, чтобы к вашему ключевому партнеру приходили люди? А вы сели, а вы помогли, а вы создали новую идею? Вы. Понимаете, ответственность – это не то, что… Да, это… Да, есть такое классное выражение, пацан сказал, пацан сделал. Я очень люблю это выражение, потому что если я обещаю, то, знаете, для меня вот не сделать это смерти подобно. Поэтому я несу ответственность за каждое свое слово. Но еще сложнее нести ответственность за групповой результат. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, вы берете ответственность только за себя. Или вы берете ответственность за свою команду, ответственность за группу, ответственность за групповой результат. Очень бы хотелось, чтобы это была ответственность и за себя, и за свою команду. Следующим ключевым фактором, который очень нам необходим, это, конечно же, умение делегировать. Здесь вопросов нет. Есть же такое выражение, если хочешь делать хорошо, сделай это сам. Ну, ребят, я вас сразу поздравляю. Если вы живете именно таким принципом, вы не сможете выращивать сильных лидеров. Потому что именно сильные лидеры, они отличаются тем, что они учатся. Вы знаете, мне очень сложно. Я до компании Reflame, я очень обалденный педаль, у меня каждая ладочка должна была стоять на своем месте. И когда у нас начали подрастать лидеры, когда они самостоятельно начали проводить мероприятия, особенно вот в других городах, да, понятно, когда лидер с тобой вместе в одном городе, а когда в других городах, а мне, знаете как, Валера говорил так, выйди, выйди, я потом тебе расскажу, как прошло мероприятие. Потому что мои лидеры знают, что я такая, я могу быстренько появляться, быстренько начать проводить, потому что я считаю это лучше. Поэтому спасибо моему мужу, который мне всегда говорил, так, выходи, я потом тебе расскажу, что здесь было. И даже были такие случаи, что проходило большое мероприятие на 100, на 150 человек, на 200. А в это время я ходила нервно вокруг здания какого-нибудь ДК, ждала, пока закончится мероприятие, потому что моя нервная система не выдерживала. Но вы знаете, благодаря тому, что я все-таки выходила, благодаря тому, что я не встрибала, на сегодняшний день эти команды очень сильные. Я вообще, знаете, как не лезу ни воду организовать никакого мероприятия. Они могут организоваться неприятные мероприятия, они могут организоваться... ...питерами города Витебска организовать это мероприятие. Поэтому, знаете как, отдавайте ответственность. Не бойтесь, что кто-то сделает не так. Если за ребенком мы будем ходить, то ребенок никогда не научится ходить. Вы представляете, мы говорим, а, слушай, ну я же умею же ходить на каблуках. Поэтому ты не ходи вообще, я умею, я буду ходить на каблуках и без каблуков. Ребят, ну звучит абсурдно. То же самое должно быть и в Арифлейн. Напишите, пожалуйста, что со звуком, потому что я слышу, что помит. Вернее, вижу. Напишите по листебальной системе, что у кого со звуком. Я уже вообще здесь сама с собой разговаривала. Понит. Хорошо, давайте попробуем немножечко уменьшить. Звук. Хорошо. Так, очень интересно, потому что у кого-то помит, у кого-то не помит. Давайте попробуем вот таким образом. Я просто убрала мобильное телефоне. Попробуем, давайте, чтобы очень помит. Все отлично. Прекрасно. Вы меня, короче, вообще запутали. Отлично, да? Отлично, отлично помит. Хорошо. Здесь у нас отлично помит. Вообще, вот мне очень нравится. Спасибо, Олеся. Я не знаю, у кого что еще. Давайте я еще немножечко чем-нибудь попробую здесь подвигать. Помит, помит, помит. Хорошо. Все отлично. Продолжай. Хорошо. Время коммерческое, да? Продолжай. Давайте я попробую просто... Все отлично, уже хорошо. Слушаю в наушниках. Все отлично. Значит, если есть люди, у которых отлично, могу сказать, значит, со звуком все хорошо. Все отлично, супер. Значит, поехали дальше. Спасибо за обратную связь. Значит, я думаю, что с умением делегировать, у вас будет все уже на сегодняшний день в порядке. Мы спокойно, запросто отдаем ответственность, наслаждаемся, что ваши люди растут. А вспоминаю, вы знаете, я очень часто вспоминаю свою... сравниваю свою команду именно с тем, как растет ребенок. И когда ваш ребенок начинает делать первые шаги, ну, что ему говорится? Что, говорится, больше не вставай, не ходи? Ну, правда. Вы ему говорите, молодец, умничка, давай, еще шажочек. Точно так вы общаетесь со своими лидерами. Вы знаете как? Они будут в такой готовности брать ответственность на себя, потому что именно вы даете им эту ответственность взять. Потому что, ой, мои лидеры не делают, а ты им даешь эту ответственность. Очень зачастую это лично мы с вами не даем. Конечно, умение контролировать. Очень часто других контролировать легче, чем себя. То есть есть разные категории людей. Здесь, если мы с вами возьмем умение контролировать, здесь умение контролировать не только команду, но умение контролировать себя. Потому что вы прекрасно понимаете, что если вы имеете право опаздывать на мероприятие, то это же право, имейте ваша команда. Я всегда говорю так, ты имеешь право спрашивать свою команду и контролировать ее только по тем вопросам, которые ты делаешь сам. У нас в команде существует правило, что если ты являешься ключевым партнером, ты обязан пить wellness. Если человек не пьет wellness, он должен быть нашим ключевым партнером. Потому что я всегда говорю, слушайте, мне нужна здоровая команда, что вы будете больными, что я буду с вами делать, мне такие не нужны. Поэтому одна из правил, мы пьем wellness. И вы знаете, если человек не пьет wellness, какое он моральное право имеет об этом говорить? Ни какого. Поэтому, ребят, здесь мы уже как бы обращаем внимание, что мы сначала контролируем себя, а потом мы уже контролируем нашу команду. Зато слышно все хорошо, уже лучше стало согласно. Ну, короче, у вас в полном ходе переписка. Я очень верю, что хотя бы ключевые слова вы себе пишете для того, чтобы потом их применять. Я правда в вас верю. Скажите, вы пишете хотя бы какие-то слова или фотографируете слайды, или записываете вебинар? Хорошо, спасибо. Вот Анна точно пишет, да? Еще одна Анна пишем. Потому что нас пишет только Анна, остальные так? Ага. Все, отлично. Вы знаете, как это? Я не могу общаться просто так, потому что мне очень важно, чтобы наше общение принесло пользу. Пользу и нам, и вам, да, всем нам, нашей команде. Команде Reflame Belarus. Очень важна инициативность. Мне, знаете как, я по тесту, вот знаете, геметрический тест, есть по, тест по геметрическим фигурам, вернее сказать так. Я этот тест, у меня взгляд на последнем месте. Кто знает этот тест, так вы понимаете. Кто любит, идите, пожалуйста, в Яндексе, найдите очень прикольный тест, можно тестировать людей. Я лейкзак. То есть у меня творчество на последнем месте. И что-то новое придумывать, проявлять какую-то инициативу. Знаете, проще что-то было делать так. Скажи мне, что сделать, я и сделаю. И компания Reflame, это очень крутая компания, которая учит нас всему тому, что я сегодня рассказываю, перечисляю. Рождать креатив. Когда вам, ваши лидеры, либо вы говорите о том, что вы мне креативны. И, знаете, так, это просто нужно собрать команду, тест по геметрическим фигурам, так называют. Собрать команду и начать набрасывать идеи. И самое главное, да, не терять ни одной идеи. Дописывать абсолютно все идеи, которые рождаются в команде. Неважно даже, если они вам кажутся очень-очень глупыми. Потому что с очень глупых идей потом рождается вообще такое, знаете, искусство прям очень-очень интересное. Поэтому все делается большими командами. Неважно, я считала очень забавную переписку в чате СПО, получила полное наслаждение вечером. Вот мне интересно, куда это все привело. Я думаю, вообще ни к чему потратили энергию. Потратили ее не туда. Ребят, вы знаете, очень жалко тех людей, которые просто писали «Сто спасите наши души». Вы помните о том, что лидер – это тот человек, которого можно пихать в спину, он свою душу спасает сам. Но в то же время нашлись инициаторы, которые начали набрасывать идеи. Вы это заметили, да? Потому что я думаю, что это лидеры, которые у большинства есть в том. Лидеры, которые начали набрасывать идеи. Что делать? Как улучшить товарооборот? Как сделать еще что-то? Ребят, когда возникает какая-то ситуация стрессовая, когда сложно, вы знаете, проще собраться всем, да? Или просто написать в скайпе. Ребят, поделитесь, кто как это делает, как улучшить. Вы знаете, я тоже согласна со многими людьми, которые писали о том, что кто-то писал. У нас было или там было, но уже не помню, где, не важно. Аренду меньше не бывает. Ребят, бывает. Если у вас есть сильное желание, у вас есть сыпь, абсолютно точно бывает. В этом вы увидели в скайпе, я могу об этом рассказать вам в своем примере. Когда мы пошли к нашему арендодателю, у которого мы ориендуем свое СПО, свой опыт, да? Вы знаете, в нашем здании аренда 12 евро. Мы снимаем за 8. Поэтому чудеса бывают, вопрос просто, как вы подходите, какие идеи вы рождаете, что вы можете предложить тому, кому вы подходите. Поэтому перед тем, чтобы что-то делать, куда-то идти, рождайте идеи. Вы знаете, я очень уважаю один тест. Пожалуйста, раз вы уже пишете, особенно те, кто пишет, делайте, пожалуйста, тест. Напишите, можете в скайпе писать, можете на бумаге, можете у вас в чате писать, как вам удобно. Что компания делает для нас и для развития нашего бизнеса? Вот давайте возьмем даже на текущий момент. Давайте даже не будем брать просто там план успеха, поддержку от компании, вот такое обучение, которое проводят наши АСМ, которые вкладывают огромный-огромный труд в развитие каждого из нас. Лидеры, которые делятся своим опытом, на самом деле, Марина, Вик, огромное спасибо. Вот, знаете, четко так, раз, два, три. Если ты чего-то недопонял, берешь раз, два, три и делаешь просто, да? Даже не надо понимать, бери и делай. Вика еще пыталась, чтобы мозг включили, да? Марина, такая щедрая душа, вообще, раз, два, три, бери и делай. Поэтому давайте вот быстро, просто напишите, что для нас делает компания. Ну, осуществить мечты – это громкое слово. Давайте вот конкретно, на сегодняшний день, на сегодняшний текущий каталог. Акции, распродажи, спасибо, Оля. Распродажи, я, знаете, путаю, я даже их усиленно успеваю выучить, честно вам говорю. Потому что там распродажи, там распродажи, еще распродажи. Акция реактивации, акция с регистрацией, акция с шикарнейшей туалетной водичкой в Джордане Волтэссенса, бесплатные каталоги. Ребят, представляете, вот это вот раз, два, три, да? То есть пару человек самых активных вебинары, да, проводят для нас. Это правда? Анталии делают, путешествия, бесплатная доставка, запуски новинок. Это все для нас делает компания. Мы можем с вами еще перечислять, и этих пунктов будет немного. А теперь скажите, а что мы делаем как лидеры для компании? Не для себя, не для своего результата, а именно для компании. Мы продолжаем писать, что делает для нас компания, а что мы как лидеры делаем для компании? Вы знаете, зачастую просто хочется опустить глаза. Да, поэтому рекрутируем мы для себя, увеличиваем товарооборот мы для себя, да? На самом деле, если вот по чесноку, ребят, мы что, пришли в Эриквен для того, чтобы увеличить товарооборот для компании? Нет. Мы пришли сюда для того, чтобы увеличить товарооборот для самих себя. Ну, конечно, там, можно так сказать, самая большая благодарность, как всегда говорят наши, это АСМА, да, это ваше новое звание. Мы делаем намного меньше, абсолютно точно, чем компания делает для нас. Мы абсолютно уже перестали вкладывать свой бизнес. Ребят, когда я пришла, этих акций не было в компании Риквен. Это было где-то 10, 12 лет назад, может, 13, там, где-то так, да? Вы знаете, не было таких акций. Все акции вкладывались в спонсоры, потом эти акции вкладывались мы. А сегодня мы плачем, что нам чего-то компания не дает. Ребят, честно говоря, мне стыдно. Стыдно за то, что мы плачемся, потому что у меня просто компания, огромное-огромное благодарность за все то, что делает компания. Когда-то мы варили собственную соку, и сегодня у нас есть возможность общаться со всеми лидерами Беларуси, брать опыт каждого лидера, да, и привносить к себе в свою работу. Брать акции, которые дают компания, нам даже вкладываться не надо. Поэтому то, что мы вкладываемся в спонсоры, в наш личный выбор, и если наш товар оборот не такой, какой бы мы хотели, чтобы он был, то тогда нужно просто сесть в команду и перекреативить, как мы это можем изменить. Вот этот фор, о котором мы сейчас с вами говорим, да, это все называется формировать новое мышление. Потому что со своим старым мышлением мы будем иметь только то, что мы имеем. Если мы хотим чего-то большего, то мы должны меняться. Да, как Вика говорила, я села, я не знала, что мне делать. Я не понимала, как мне начать рекрутировать, как мне сделать вот это, допустить махину, да, я хочу. Он мне начало прокручивать идеи одну, вторую, третью, и на самом деле появилось то, что не легло. Вы заметили сегодня, что работают абсолютно все методы? Я всегда в своей команде говорю так, работает абсолютно любой метод, если им работать. Вот знаете, самое важное второе предложение, если им работать. И поэтому формировать новое мышление на сегодняшний день очень важно. Вы знаете, буквально пару дней назад, общаясь с одним своим директором, и говорим, Оля, какие вы молодцы, у вас результат такой пошел, там, вау-вау-вау, там, столько рекрутили, да, столько баллов, вы молодцы. Она мне отвечает, Марина, супер, потому что бизнесовое время, все прет там, хорошо. Разговариваю с другим директором. Он мне отвечает, ой, сейчас бизнесовое время никакое, сейчас бизнесового времени нет. Ты знаешь, позвоню Оре, спроси. Она мне еще раз сказала, что началось бизнесовое время. Ты, наверное, что-то пропустила. Поэтому могу вам всем сказать, что когда мы говорим о том, что у людей нет денег, ребят, я вам не верю. Да, я верю, что некоторые заводы работают там на трех дне, на четырех дне, да. Я верю, что кому-то меньше платят зарплату на работе. Да, я в это верю. Но вы знаете, вот последний раз я долго, я много раз об этом думала. Я это проговаривала, я один раз на своих встречах. Но вот 13-го от себя мы летели в Питер. Вы знаете, я не поленилась. Я подошла в табло и его сфотографировала. Вы посмотрите, это рейсы практически всей Беларии. Как вы знаете, Белария – это самые дорогие авиарейсы. А с 8-25 только до 13-30. Пять часов. Посмотрите, за пять часов сколько вылетов самолетов происходит из Беларуси. За пять часов. За сутки их намного более. Вы знаете, ребят, все эти рейсы полные. Я вот, мы летали в Москву, самолет полный. Из Москвы в полный. Мы летим в Питер, самолет полный. Мы летим из Питера, самолет полный. Не говоря уже о каких-то других странах. В том, как вылетели из Барселоны, самолет полный. Вы знаете, ребята, у людей есть деньги. Потому что одна самая дешевая билет на авиалиниях Белария стоит больше 100 долларов. В одну сторону и в другую 200 долларов. Вы знаете, на поезде дешевле. Но почему-то они летают. Потому что люди любят комфорт. Поэтому если мы хорошо будем говорить о продукции, людям нравится быть красивыми, люди хотят покупать серию на вэйдж. У людей есть на это деньги. Если вы думаете, что у людей нет деньги, напишите у кого-то, поставьте плюсик мне, пожалуйста, в чате, у кого в городе есть большой супермаркет. Ну, важно, там, корона. Что там еще есть? Виталюр. Спасибо тем, кто активничает. А вы, знаете, обогрелите, пожалуйста, к вашему большому супермаркету. Вы знаете, я сфотографировала. И когда мне говорят, а мои партнеры уже, правда, не говорят, когда первое время пытались мне говорить о том, что у людей нет денег, и так я им показывала просто стоянку возле короны. Иногда там просто негде поставить машину. Я, в моем понимании, конкретно понимаю, что если у людей нет денег, у них нет денег ни на что. Если у людей нет денег, они не поедут в корону за молоком. Они купят молоко и хлеб в ближайшем маленьком магазинчике. Их тоже хватает. Но не поедут в корону. Но люди почему-то едут в корону, везут огромные тележки и закупают. Это не самый дешевый магазин, там можно купить все. Люди на сегодняшний день за комфорт, за качество. А комфорт и качество – это мы с вами, которое мы даем людям. Помните о том, что пока мы держимся двумя руками за то, что у нас есть, за свои убеждения, за свою форму мышления, нам нечем будет ухватиться за пролетающую мимо возможность. И это правда. Пока вы не, как эта панда, будете вот так держаться, ребят, ничего нового произойти в вашей жизни не сможет. Поэтому отпустите старое. Вокруг много нового, много интересного. Прекратите за это держаться. Конечно, мы не можем управлять направлением ветра. Никто не говорит, что сейчас вообще все круто, ты выходишь, и все к тебе бегут, и просят, закажи мне там, закажи мне 10 туалетных вод. Но мы всегда можем оставить новые паруса. Мы всегда можем купить в Джорджане голод эссенса и наносить ее своим знакомым. Ребят, у нас в семье вскрыто их 3 этих воды. Одна у нас стоит в офисе, вторая у нас есть с нами в машине, третью мы подарили маме. Для чего? Для того, чтобы в разных местах, где мы очень часто находимся, где находятся в наше окружении, чтобы мы могли всем наносить эту воду. Конечно, люди хотят. Даже многие просто заказывают, даже не регистрируют. Просто нам необходимо думать, что-то делать еще новое, что-то интересное, что-то другое, чтобы быстрее двигаться к своей цели. Перестань, ждать, что сейчас все потрут страничку, в каталогии будут вау. Да, люди потрут. Но если вы еще нанесете, вы знаете, я нанесла одной даме, она говорит, «Ой, ты знаешь, не мой аромат». Она мне перезванивает буквально через час. «Марина, слушай, я пришла домой, моя дочка в восторге. Она обалдеет, она хочет воду эту». Девочка зарегистрировалась, сделала сразу первый шаг. Потом вместе с мамой пришли на спаер-код, хотят серию новой, что и второй шаг уже автоматом выполнят. То есть вы с миссией будут размещать заказ на серию новой. Просто вы делаете что-то для того, чтобы люди хотели. И именно у нас с вами вопрос. Вот это составляющая успеха. Я думаю, тоже об этом вы знаете. Спонсоры об этом говорили не раз, да и вы об этом говорили своим людям не раз. Но очень важно вот этот вот кружочек, окружение. Вы знаете, мы очень часто забываем. Мы, лидеры, очень часто вовлекаемся в свое окружение, в свою команду. И очень сложно потом, чтобы сделать так, чтобы не попасть в эту команду. Ну, то есть, чтобы эта команда вас залеги не пацанула вниз. Потому что очень важно, чтобы в вашем окружении были люди богаче вас, успешнее вас. Чтобы вы были те люди, у которых у вас есть чему поучиться. И тест, который вы знаете, в принципе, я думаю, всем. Может быть, кому-то я просто его напомню. Делайте сейчас быстренько. Потом посчитайте уже самостоятельно. Напишите на бумаге 10 человек. Тех людей, которые находятся очень близко к вашему окружению. Спонсоры, то знаете как, если вы с ним часто общаетесь, не на семинарах, не на вебинарах, а просто и по жизни общаетесь, тогда вы его вписываете. Потому что многие пишут спонсоры, а потом картинка получается другая. А вписывайте тех людей, с кем вы пьете пиво, с кем вы пьете чай, с кем вы пьете водку, с кем вы едете в гости, к кому вы едете в гости, соседи, с которыми вы постоянно общаетесь, ходите друг к другу в гости. Напишите просто список 10 человек. Потом рядом напишите доход. Вот этих людей, с которыми вы часто встречаетесь. Когда вы напишите доход, вы потом разделите на 10, и получится средняя цифра, которая ваш доход, то есть цифра вашего среднего дохода. Если вы хотите увеличить, увеличите потенциал людей, увеличьте количество людей в вашем окружении, у которых более высокие зарплаты, более успешные в жизни, не бойтесь их, а наоборот, не стягивайте их в свою жизнь. Я очень верю, что вы это сделаете. Мне очень нравится, вот это я делаю, не знаю, как правильно это назвать, вот это мне очень помогло, выражение Владимира Полежаева. Если тебя выбивает из колеи то, что не до вложения в заказе, то это твой калибр. Если тебя выбивает, что консультант не подписался, то это твой калибр. Если тебя выбивает, что событие должно выбить Магнуса с пути? Это будет его калибр. Какое событие должно выбить Путина из работы? Это будет его калибр. Это их калибр. И когда ты начинаешь весь-то делать выводы или отказываться от своей мечты из-за оттаза новичка, то это всего-навсего твой калибр. Такова жизнь. Это бизнес-стильно, так будьте ими. Наша работа решать вопросы, свои команды, а не делать из муки слона. Ребята, то, что менеджер будет из вас из колеи, то это будет именно ваш калибр. Какая трудность? Задавайте себе вопрос, а какая трудность вас остановит. Настали трудности? Не сдавайте. Под ударами моего по судьбой выковывается настоящая мечность. Я могу сказать для тех людей, которые сейчас открывают новые квалификации, помогают людям в командах делать новые квалификации. Ребята, вы герои, вы настоящие личности, вы те люди, которые не важно, что сейчас в тебе происходит. Вы просто выкупаетесь, как новая личность, потому что любая трудность, она обязательно делает из себя действительно более мудрого и сильного человека. Поддерживайте процесс вашего роста. Люди должны быть подобны деревьям, которые растут в течение всей жизни. У меня есть такое вещи, как выросшее дерево. В тот день, когда дерево перестает расти, оно умирает. Ребята, я точно знаю, что есть люди, которые не были на мероприятии 1 ноября. Вы знаете, мне вас жаль. Потому что, когда мы приехали, у нас тоже есть такие люди, которые не были 1 ноября на мероприятии. Но когда мы приехали, мы такие, ой, давай бумагу вечеринку. Они, ой, давай, и они начинают предлагать свои идеи. А мы понимаем, что мы хотим уже по-другому, потому что мы были уже на мероприятии, а они, к сожалению, нет. И вы знаете, компания будет делать шикарнейшее БМП в декабре. Задайте себе вопрос, сколько ваших людей, именно из ваших команд будут на этом мероприятии? И они уже все знают. Или они уже все умеют. Или для них это слишком дорого. Ребят, это ваш бизнес. Сегодня начинаете делать так, чтобы ваши люди уже в декабре ехали на мероприятия. Именно сегодня сделайте так. Подумайте, сядьте, организуйте свою команду. Выбросите все идеи и решите, как вы можете сделать так, чтобы в декабре было ваших людей на это мероприятие намного больше. Чтобы именно вам хватило билетов, а другим командам, которые были помедленнее, не хватило. И помните о том, что главный тормоз роста и главная причина роста – это вы. Это вы и принятие вашего решения. Ребята, приняйте решение. Вы хотите быть главной причиной тормоза в вашей жизни? Или вы хотите быть главной причиной роста в вашей жизни? Выбор остается за вами. Прекратите пройдет себя на зависть. Вы помните о том, что единственный конкурент – это ты сам. Задавайте себе вопрос, что я сегодня сделала такого, чтобы быть хотя бы на один миллиметр лучше, чем вчера. Именно я. Ты, Бася, который почему-то не развивается. Да какая вам разница? Найдите того, найдите ту ремешку, которая будет развиваться. Помните о том, что мы способны на новое. Надо просто забыть о сомнениях. Ребята, выбросите их из головы. Помните слайд про мышление. Помните, что наш бизнес заключается в том, чтобы помогать людям зарабатывать еще больше. Проводите бизнес-встречи. Дарите людям возможность зарабатывать еще больше. Наш маркетинг-план, он именно для этого. Мы верим каждого из вас. Растите, пожалуйста, полезните успеха. Это правда круто. Это огромные-огромные возможности. Компания готова помочь каждому из нас. Так давайте мы возьмем все, что нам дает компания, используем это по максимуму и будем очень благодарны Богу, природе, судьбе за то, что действительно в нашей жизни есть такая компания, как компания Reflame. Я на самом деле люблю каждого из вас. Я говорю с каждым людям Reflame Беларусь. И действительно для нас очень важно, чтобы каждый из нас показывал новые результаты, показывал новые достижения. И если есть у вас вопросы, вы просто пишите, я с удовольствием на них отвечу. Все, что я смогла вложить в этот маленький кусочек времени, я думаю, что вы тоже получили немножечко этой любви, этой тепла, этой энергетики, которая поможет вам закрыть этот каталог. Может быть, даже так, как бы вы этого не мечтали. Вы знаете, очень классно, когда люди делают результаты, потом пишут себе и говорят о том, что спасибо. Когда ты сказал вот это слово, меня это щелкнуло, меня это вдохновило, мне это помогло. Поэтому компания, главное спасибо, низкий поклонник, такие мероприятия, которые вы делаете. Ну, конечно, два часа это уже круто, даже два с половиной. Вы просто герои тех, кто находитесь. Вам тоже спасибо за то, что вы такие виды, за то, что вы такие герои. Всем спикерам сегодняшнего мероприятия. Мы вас всех очень любим. Ждем новых результатов. Огромная Марина. Мне кажется, здесь не нужно больше никаких слов, все было сказано. У меня даже язык не поворачивается добавить что-то еще. Я каждому из вас хочу пожелать действительно закрыть этот каталог на 100%. У нас еще есть время для того, чтобы подтянуть хвосты, для того, чтобы прозвонить тех консультантов, которые еще не успели оформить свой заказ, для того, чтобы поддержать активность своей структуры на уровне 70%, для того, чтобы каждому уснувшему напомнить, что у него есть возможность вернуться в компанию, здесь ему рады. Пожалуйста, будьте успешны, радуйте нас своими новыми званиями, ведь, как сказала Марина, это лучшая благодарность для компании. И когда мы видим ваши счастливые глаза на сцене банкета директоров, мы понимаем, что те инвестиции, которые вкладывает компания в развитие этого бизнеса в Беларуси, они не напрасны. Спасибо самым стойким за тем, что были сегодня с нами. Мы сегодня вам разошлем правила работы в скайп-чатах. Как вы знаете, у нас снова поменялись регионы между асмами. Мы будем создавать новые группы. И для того, чтобы работать в единой концепции, мы унифицировали правила работы в скайп-группах, поэтому внимательно с ними ознакомьтесь. Я на этом прощаюсь с вами. Успехов нам всем. И до скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...